Меня зовут Екатерина Город Минеральные Воды Впервые в России Свои собственные, уникальные полосы препятствий Против сильнейших атлетов Это прорыв в истории ниндзя-спорта Проект Суперниндзя И это долгожданный финал Чтобы по-настоящему испытать себя Люди еще с древних времен отправлялись в горы Почти две сотни сильнейших атлетов России и зарубежья Прибыли на Кавказский хребет Чтобы выяснить, кто же из них лучший За семь отборочных туров и полуфинальных забегов Мы отобрали 33 выдающихся спортсмена Которые прошли до этого этапа Я в финале, эмоции зашкаливают Помешать мне может только, я не знаю, землетрясение Я шел к этому очень давно Мне не терпится начать И опять-таки не упасть в воду В эту проклятую ледяную воду Это уже финал, это уже не игра какая-то Я буду выступать с лучшими ниндзями России И сегодня мы увидим вторую часть этого грандиозного финала 14 атлетов уже выступили на специально построенной для этого дня Полосе препятствий И почти для всех из них она оказалась слишком сложной Евгений Синель Он уже над водой Увы, друзья, увы Николай Гайдукевич Ислам Мингаев Даниил Каргинов Держись! Иван Майюров Увы, увы ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Посмотрите, что делает Радик Это просто немыслимо, друзья Это невообразимо Кольцо А-а-а! Молодец! Как так, Радик? А-а-а-а! ВСЕЛИТАНЫ Максим Ткачев Да! А-а-а! Иван Бакланов Ой-ой-ой-ой! Владислав! ЕСУКИ! Все! Владислав! Владислав Жуков ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИВАН КУДЫРЕН Держись! Держись! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Но как так? Руслан Алис Алтанов А-а-а-а! Селимхан Жабраилов! Держись! Держись! Нет! 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 Мы почти потеряли надежду, что кто-то сможет пройти эту адскую трассу до конца. Это что за трасса? Мне кажется, она непреодолима. Я крайне удивлюсь, если хотя бы один атлет окажется здесь, друзья. Но когда на полосу вышел бывший курьер Артем Коробков... Да! 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 Артем первый! Первый участник финала, который доходит до третьей контрольной точке, друзья! Браво! Браво! Ситуация изменилась! Держись! Держись! Да! 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 Молодец! Артем Коробков! Одно препятствие до финиша! Он смог пройти полосу без единой ошибки! Давай, Артем! Да! 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 Еще! Да! 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 Артем Коробков! Он не просто смог собрать все пять колец, ведь в финале этого недостаточно. Он это сделал до истечения лимита времени в 7 минут за 4 минуты и 24 секунды. А следом за ним полностью прошел трассу Мирон-Синяков и тоже уложился во время. Давай, Мирон! Да! 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 Давай! Да! 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 Еще! Да! 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 Вот он! Второй человек! Второй участник, которому удалось пройти финальную трассу! Артем и Мирон пока единственные претенденты на суперфинал. и, возможно, именно они сразятся в финальной дуэли на вертикальной полосе препятствий высотой 25 метров. Но! Своего выступления ждут еще 19 атлетов, и каждый из них может лишить Артема или Мирона звания суперфиналиста. Однако сделать это будет непросто. Следующим участникам надо пройти эту трассу еще быстрее. Внимание на экран! Новый лимит времени 6 минут 20 секунд задал Мирон. Тот, кто сможет побить его время, займет его место и выкинет его из соревнования. Да, а вы что хотели? Это финал проекта Супер Ниндзя. Чем дальше, тем сложнее. Наблюдать за прохождением оставшихся атлетов Артем и Мирон будут из специальной зоны в центре нашей грандиозной постройки. Ну а мы продолжаем финал Супер Ниндзя. Сейчас на старт выходит Александр Шайдуров. Или как мы его называем, 161 сантиметр чистой силы, выносливости и характера. Когда я понял то, что в финале, я, конечно же, почувствовал радость, воодушевление, то, что можно еще дальше продолжать. Мы все волнуемся, потому что это Саша, полюбившийся нам маленький, да удаленький атлет. На финале я бы не хотел столкнуться с ростовыми движениями, с какими-то длинными прыжками. Из-за своего ростика мне, скорее всего, будет трудно их делать. Я настраивался как минимум дойти до финала, но хочется и дальше. Суперфинал. Александр для меня это олицетворение того, что обычный парень, да, с не самыми большими, крупными физическими габаритами, на наших трассах, на наших самых сложных классах препятствий, может доказывать, да, что он способен состязаться с любым. У него нет здесь никаких авторитетов. Он готов просто выходить и рвать на клочки, рвать нашу трассу и быть первым. Посмотрим, как у него удастся это сделать в финале. Мирон сейчас будет наблюдать с осторожностью, потому что если он справится быстрее, Мирон, к сожалению, вылетает из проекта Супернинзи. Обратный отсчет. И погнали! Отбегается Александр, прыжок, хорошо приземляется. Хорошо, хорошо. Воздушный перебор. Здесь после красной полосы нельзя касаться ногами матов, которые снизу. Они исключительно для безопасности. Вот я даже не знаю, именно в этом препятствии является ли его невысокий рост преимуществом или недостатком. Нет, он идет достаточно уверенно. Он достаточно быстро идет вперед, оставляя свои отпечатки на наши стеклах. Обратите внимание, он не прыжками двигается, то есть ноги не одновременно перемещает, а по одной ноге. То есть это боковые такие шаги он выполняет и движется вперед. Но, честно говоря, это замедление. Это трата времени, согласен. Осталось всего 5 минут 30 секунд. Он быстро начал выполнять это препятствие. Он сразу же забежал в воздушный коридор. Поэтому здесь времени почти не теряет. И есть, есть! Первая контрольная точка позади. Он показывает неплохой результат. Среднее время. Это его стихия сейчас, правильно я понимаю? Да. Так, друзья, вы понимаете, что каждый спортсмен теперь думает о том, что ему обязательно надо преодолеть всю трассу. Потому что вон два чемпиона. И, честно говоря, они не особо смотрят за нашим Александром, который уже на подвесном потолке. Смотри, он уже посередине. Он показывает один из самых быстрых показателей по времени прохождения этого препятствия. Посмотрите. Смотрите, как уверенно он его преодолевает. Очень уверенно сосредоточен. Осталось немного. И держи. Так, 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 так. А то рукой себя удерживает. Бум, да, 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 да. Контрольная точка. Бегом, бегом давай. 4 минуты 20 секунд позади. О, смотри, Мирон стал смотреть. Заинтересовался, заинтересовался. Ну что, будет время на отдых сейчас тратить Александр. Пробует, пробует подступиться к первому боку. Друзья, осталось 4 минуты. 4 минуты и 3 препятствия. Вот оно, то препятствие, где его невысокий рост, где самый длинный размах рук может быть большим недостатком. Да, он справился с ним на отборочном этапе. Так что давайте посмотрим, справится ли он с ним сейчас. Буквально в одно движение он раскачивается и перехватывает следующий шест. Движется вперед. Он не дает возможности шесту замедлиться. А вот здесь небольшая неприятность, но откидывается всем телом назад. Буквально спиной он видит этот бамбук, подцепляет его рукой. Не соскальзывай, не соскальзывай, брат, Сашка. Кольцо уже у него. Браво, браво, времени у него больно. Два шеста, два шеста, друзья, остаются ему. Дотягивается, как легко он это делает. Посмотри. Давай-давай. И... Ой-ой. Да! Да-да-да! Опа, все. Улыбка с лицами Рона пропала, друзья. Потому что он понимает, что это достойный соперник. Мал-то удал. Сколько мы с тобой уже натряслись тут рядом? И дальше приходится. Пошли! Три минуты осталось. Три минуты, друзья. Мы помним, Мирон очень много времени как раз потратил именно до бамбуковой рощи. Сейчас его сильно, сильно опережает Александр. И он вообще немедля движется вперед. Гигантские обручи сейчас перед ним. Гигантские шестерни наши. Шестерни уходящего времени. Тик-так, 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 друзья. Напоминаем, что нельзя проходить сквозь эти обручи. Нужно пользоваться и руками, и ногами. Смотри, он показывает и здесь феноменальную скорость. По сравнению с Мироном, это на порядок быстрее. Он не мешкается, а идет вперед, уверенно. Гранд-финал у друзья. Еще за его плечами 2 минуты 25 секунд. Он уже сильно отстает от Артема. Но сейчас вместо Мирона, вон там на вершине, оно находится уже под большим давлением. Под угрозой. Держись, брат, держись! 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 Что сейчас делает Александр? Он устал или он пытается другую технику выбрать? Держись, брат! Он сейчас сбросил ноги вниз, пытается дотянуться до следующего обруча. Вот как раз недостаток коротких рук. Посмотри, ему нужно раскачаться немного. Руки устали. Он ногами удерживает себя на весу. Но еще нужно и кольцо не уронить. Теряет время, теряет драгоценное время. Сейчас попытается ногами подтянуть себя. Раскачаться немного и подтянуть себя к следующему обручу. Ой, 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 ой! Ох, какие сложности сейчас! Как опасно, друзья! Пытается ногой к себе подтянуть этот обруч. Но вот он, недостаток. Нет у него одного размаха рук. Он немножко расслабился. Да, да, да. Чувствует, что на этом препятствии Сашка-то заметился. Давай! Давай, давай, давай! Ты знаешь, что делать! Есть! Он дотянулся, да! Да! Давай, Саша, еще немного. Два обруча ему остается. Вау, 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 опасно! Держись, держись, перехватывает следующий. На раскачивание берется за последний обруч. Да! Да, Саша! Вот оно, доказательство, что ты настоящий герой. Война, война, война! Вперед, быстрее, быстрее! Ему остается минута до времени урона. Давай, Савер! Если он сделает это с первой попытки, то он уже будет претендентом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, Саша! Давай, давай! Да, 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 да! Да, 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 Саша! Извините, как он волстет на вершину. Еще немного! Еще! О, какая драма! Какая драма! 35 секунд остается! Саша, у тебя еще есть шанс! Саша! Саня, давай! Будут ли у него силы на вторую попытку? Саша просто без сил падает! Падает на землю! 25 секунд осталось! Вот это гонка! 20 секунд! Уже есть время! Давай, Саша! Сестра побегает! Сестра ему кричит ему, давай! И он идет вперед! Александр идет вперед! Но сил нет! Нет, нет, нет сил! Он сдается! Нет, он потратил! 6, 5, 4, 3, 2, 1, конец! Друзья, Александр не укладывается в лимит времени и выбывает из этой гонки, но для меня Александр настоящий герой! Герой, герой! Очень обидно, чуть-чуть не хватило. Вот, выдохся, и чуть-чуть не в глазах темнело. Очень тяжело. То, что он показал на вот этом заключительном рывке на вершину, то, как он старался, он бежал и руками, и ногами, он бежал на четверейках. Последние метры он проходил буквально по сантиметру, он двигался к вершине. И докоснулся до вершины. Он был, он был в шаге. Он был даже не в шаге, он был в миллиметрах от того, чтобы стать вторым претендентом на суперфинал. Но, увы. Но я бы на месте Мирона напрягся. Коль Санек, а он у нас 15-й атлет, смог показать такой результат. Время, которое показал Мирон, не самое хорошее. И все может поменяться абсолютно в любую секунду. Какой финал! Какой финал! Напоминаем зрителям, что порядок выхода атлетов на финальную полосу сформирован, исходя из их времени прохождения в полуфинале. Сначала самые медленные, а в конце самые быстрые. Поэтому впереди нас ждут мощные спортсмены, которые точно не готовы просто так дать отсидеться на своих суперфинальных стульях Артему и Мирону. Наш 16-й атлет Владимир Суворов приехал к нам из Южно-Сахалинска. То есть он проделал колоссальный путь до проекта и колоссальный путь на самом проекте, чтобы оказаться в финале. Вперед, Вова, давай! Смотри, он пробегает мимо наших трибун. Снова та самая полоса. Но сейчас это не отборочная трасса, это отборочная трасса на астероидах. Друзья, сейчас Владимир выйдет на ее старт, увидит ее, у него расширятся зрачки, глаза просто станут по пять копеек. Очень страшно, конечно, я очень сильно волнуюсь. Для меня что отборочный тур, что финал. Когда выходишь сюда, сразу же все, у тебя голова отключается, ты начинаешь уже делать то, что ты умеешь. Поэтому меня, капец, как трясет. Простой, обычный парень, такой приятный просто, приятный и таким важным делом он занимается. Который бесплатно тренирует детей на улице. Ну что, Владимир, у тебя огромная армия болельщиков, огромная поддержка в твоем городном городе, да уже и по всей России. Славочка, давай, дорогой! Слушай, он приходит к воздушному коридору. Главное не допустить куть, обидную ошибочку. Хорошо, уже начинает, начинай твой путь. Понимаешь, что нужно чуть ниже опуститься здесь. Посмотри, здесь он как раз такими небольшими прыжочками двигается, в отличие от предыдущего участника. Слушай, достаточно быстро идет вперед. Но кольцо сразу не сорвал, потерял несколько драгоценных секунд здесь. Сейчас будет заскакивать перед первой контрольной точкой. Мирон тоже очень внимательно следит за преодолением препятствий. Есть, Владимир! Первое кольцо на первой контрольной точке. Молодец! Какой накал страстей у нас здесь, друзья. Каждый следующий участник может подвинуть Мирона с этого пьедестала и стать еще одним претендентом. Ну что, подвесной потолок сейчас. Ну извините, он может пододвинуть и Артема Коробкова. Так что, они оба в опасности. Безусловно, подвесной потолок – самая сложная его часть. Оба! 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 Итак, Владимир уже на зацепах. Это скалолазный зацеп. Посмотри, как он внимательно глазами изучает свой следующий шаг. Каждый шаг должен быть четко прочитан, потому что любая ошибка будет стоить здесь. Вылета! Важны не только мощные руки, но и голова, которой ты думаешь во время прохождения этого препятствия. А представляешь, как это сложно? Ведь вся кровь сейчас перетечет к рукам, к плечам, которые в максимальном напряжении. Да и сложно, потому что холодно на улице просто невероятно. Вот, сейчас прощупывает. Пожалуйста, иди до конца, Вова. Молодец! Смотри, одной рукой сейчас держится. Подтягивает. Да! 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 Берет кольцо! Трой контрольной точкой, он переходит к бамбуковой роще. Все хорошо, время есть. Идем, идем, идем! Осталось всего 4 минуты и 7 секунд. Давай, не томи нас. Переходи к бамбуковой роще. Друзья, посмотрите, какой мощный атлет. А ведь он в детстве тренировался на сушилке для белья. Посмотрите, что он творит здесь. Как высоко он встает. Сейчас на последнем месте в этом препятствии, где можно немного перевести дух. Воу! Воу! Он чуть не упал. Держись, Владимир. Держись, не сдаваться, Вова, не сдаваться. Друзья, что за финал? Что за страстики, как? Хороший темп сейчас. Хороший темп. С первого раза сейчас не дотягивается, теряет еще несколько секунд. И второй раз не удался. Нужно раскачаться. Не тратьясь силы. Владимир, попытайся дотянуться. Есть! Да, да, да. Он приближается к кольцу. Ой, друзья. Сейчас будем срывать кольцо. У меня уже просто нервов не хватает смотреть на это. Да, два шеста его отделяют от заветной платформы и от третьей контрольной точки. Кольцо уже на нем, но его надо подрузить на пенеста. Вот это самое большое препятствие. Это огромное расстояние между предпоследним и последним шестом. Раскачайся, брат. Я тебе покажу, как это сделать. Смотри, определенные сложности. И два. И раз. И два. Да. Датягивается. Молодец. Получилось. Ну что, нужно теперь на платформу без ошибок. Да. Да. Две минуты и 47 секунд. Мирон, Мирон, ты в большой опасности. В большой опасности, потому что, возможно, Владимир тебя пододвинет. Мы видели, как предыдущий спортсмен Александр подошел к финальному препятству. И к противоходу с минутой в запасе. Время 2 минуты и 30 секунд. Поехал. У тебя впереди всего лишь гигантские кольца. Вот подбодрило, да. Ну что, пять канатов. Дали семь гигантских шестерней. Семь обручей, которые отделяют его от четвертой контрольной точки. Середина канатов. Предпоследний канат. Короткий. Простите, друзья. Я забываю комментировать. Я залипаю на это зрелище. Спускается вниз по канатам, чтобы легче было ногами зацепиться за обруч. Здесь так быстро происходит просто ситуация, что невозможно отвлекаться. Нужно просто смотреть. Одна минута 50 секунд осталось. Давай, Вовочка, давай, давай. У него нет таких проблем, как были у Александра. Потому что у него длинные руки, длинные ноги. Он с легкостью дотягивается до следующего обруча. Подтягивает его поближе и перекидывает все тело. И руки и ноги сейчас работают у него. Полторы минуты осталось. Полторы минуты. Мирон, напрягайся. Мирон, напрягайся. Молодец. Смотри, какое кольцо неловко взял. Вот кольцо на скипе локтя сейчас держит. Подмышка повисла. Очень опасно. Очень опасно. Оно может упасть. Любое неосторожное движение сейчас. И кольцо будет в воде. А значит, все. Финиту. Финиту ля комедия, друзья. Одна минута. Восемь секунд. Вова, ты можешь успеть, Вова! Последний обруч. Даже Александр справился чуть-чуть быстрее, выходя к финальному препятствию с большим запасом. Ну что, нужно просто на платформу закинуть себя. Да, 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 да! Давай, 53 секунды. Владимир, Владимир, бегом! Если Владимир хочет оказаться на вершине и хочет оказаться там, на пьедестале, счет идет на секунды. Вова, давай! Похоже, он сейчас придет. Владимир понимает, что у него есть только одна попытка, чтобы всерьез побороться за это место в суперфинале. Собери все силы, дружочек, собери. 30 секунд. Давай! Сканумит силы. Да, пошел, пошел, пошел. Да, еще, 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 еще. Он устал. Ладно, у него написано это. Он устал. Больно смотреть. Он устал. Силы покинули спортсмены. Неужели это второй атлет, который сойдет с этого препятствия и со усталость? Либо сейчас, либо никогда. Либо сейчас, либо никогда. Девять, восемь, семь, пять, пять, четыре, три, три, пять, один, семь. С ума сойти. Сейчас получается лучше, чем в прошлый раз. Сейчас, но силы, силы покидают Владимира посередине нашего противохода. И вторая попытка у него тоже безуспешна, друзья. Увы, Владимир останавливается в нескольких шагах от вершины и в нескольких шагах от статуса претендента на суперфинал. Но это было нечто. Поздравляю, вы еще сидите. Спасибо. Еще смотрите. Ребят, простите, я не хотел. Я не думал, что я забьюсь так быстро. Долго на них находился. А у кого ты просишь просения? Перед сельцем Халину. Я, блин, я хотел до суперфинала дойти. А в итоге чуть-чуть облажался. Владимир, да, ты сегодня сошел с дистанции. Но своим примером ты показываешь всем ребятам Южно-Сахалинска, что не надо сдаваться, не надо опускать руки. Даже на сушилке для белья получаются такие невероятно крутые спортсмены, которые удивляют абсолютно всю страну. За первым в истории титулом суперниндзя сюда, в Минводы, приехали атлеты со всех уголков России. От Владивостока до Сочи, от Тюмени до Махачкалы, от Находки до Москвы. И уже сегодня мы узнаем, какой город будет встречать своего победителя. Вы смотрите финал главного спортивного события страны – шоу «Суперниндзя». Двое претендентов на суперфинал уже заняли свои места, но сегодня все решает скорость. Впереди 17 атлетов, которые могут пройти трассу еще быстрее и вытеснить фаворитов с их мест. Алексей Савкин из Санкт-Петербурга после полуфинала мог запускать собственную линию одежды. Ведь уточки на его штанах запомнились многим телезрителю. Мне помогли выиграть, конечно же, мои штаны с уточками. Предмет моей силы – это как вот мои волосы и мои штаны. Но, честно говоря, запомнилось его умопомрачительное прохождение полуфинальной трассы. Он не оставил соперникам ни шанса. Но что будет в финале, мы узнаем прямо сейчас. Я на заслуженном месте и надо будет уже выкладываться на максимум. Это мой претендент. Это мой претендент на успех. Это мой претендент на суперфинал. Сейчас он будет доказывать, что он достоин быть здесь. Обратный отчет. Кря-кря. Ох эти утята. Ох эти утята. В прошлом году были пингвины, в этом году в моде утята. Итак, прыжок. Хорошо. Идет дальше. Воздушный коридор. Вообще не медлит ни секунды. Посмотри. Да, да, да. Он рвется к хорошему времени, друзья. Понимаешь, что нужно сделать хороший задел. После него выступает еще больше 15 атлетов. Поэтому сейчас нужно делать задел. Так, здесь нужно чуть выше быть. Чуть выше, да. Срывай кольцо и отправляй его на пенистал, брат. Хорошо. Лёша! Лёша! Время, время. Очень, очень мощно. Движется, движется. Хороший результат пока показывает. Ну, есть, спускается. Молодец. Есть! Да, да! Первое кольцо уже позади. Даже не берет магнезию. Опять не медлит. Просто он не стал тратить где-то 5-10 секунд на то, чтобы обработать руки магнезия. Он сразу приступает. Через одно кольцо перескакивает. Он уже на подвесном потолке. Друзья, опасный момент. Он висит на трех пальцах на одной руке. Уверен, он это делает. Просто с ума сойти. Что сейчас будет показывать Алексей? Что творится? Такое чувство, что у него дома такой потолок, на котором он постоянно тренируется. Сейчас будет заскок. Кольцо. Да! Время, друзья. Уменьшаем. Лёха, не спеши. Всего минута и 10 секунд ему потребовалось на прохождение сложнейших трех препятствий. И снова он не медлит. Он переходит к бамбуковой роще, друзья, и приближается к бамбуку с единственным островком безопасности. Ему нужно быть повыше на этих шестах, чтобы суметь дотянуться до следующего, потому что расстояние внушительное. Что ж, друзья, эти утята меня поражают. Эти утята летят. Летят к победе. Давай, Лёшка, это супер! Утята себя хорошо чувствуют в воде, но сегодня они купаться не собираются. Смотри, он уже на завершающей стадии. Этого препятствия остается совсем немного. Сейчас будет срывать кольцо. Главное его не уронить в воду. Да, да, да. Все удерживает. Не совершает ошибки здесь. Не продевает руку через кольцо. Пытается, пытается подтянуть себя к предыдущему шесту, чтобы раскачаться. Пытается, да. И да! Да! Он не роняет кольцо, но он все равно его поместил на пьедестал. Вот маленькая ошибка могла ему столько стоить. Сейчас сердце просто остановилось у всех в груди. Друзья, время, время. Вы посмотрите. Четыре минуты и осталось два препятствия. Я бы, я бы напрягся на месте обоих наших чемпионов. Пока что он опережает даже Артема. Все правильно. По времени он идет быстрее. Он уже у шестерней. Гигантские обручи сейчас. Посмотрим, как быстро он сумеет с ними справиться. Артем показал очень быстрое время. Он вообще не использует ноги. Он понимает, что нужно рисковать. Что творит этот парень? Нет, 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 нет. Не коснись воды. Нужно идти быстрее. Нужно показывать скорость, чтобы сделать заявку. Стоп, а кольцо, кольцо, кольцо. Кольцо, кольцо нужно сорвать. Проходит мимо. Он сошел про кольцо. Ему напомнили наши зрители. Он теряет трагоценные секунды до этого. Пытается восстановить немного силы в руках. Надевает кольцо на голову через руку. Сейчас дреды помогут удерживать это кольцо на нем. Не сорвись, не сорвись, парень. Остается немного. Хорошо цепляется. Чуть-чуть замедляется. Осталось последнее испытание. У него есть целых три минуты. Что творит? Четвертая контрольная дочка. Ирон Синяков на грани, друзья. Две минуты 45 секунд в запасе у него. Если сейчас товарищ Саускин преодолеет противоход, оба наших героя на пьедестале сожмут булочки. Восстанавливает силы. Ходит, немного вдыхает. В легкие набирает воздух. Чуть-чуть успокаивать сердцебиение, чтобы настроиться на один, по-настоящему, один рывок, который ему нужен, чтобы добраться. Да, 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 да. Еще, еще, еще. Давай, 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 давай. Еще, еще, да! Да, быстрее, быстрее! Да! Алексей Саускин, друзья! Да! Что он сделал? Это лучшее время. Это лучшее время. Он быстрее Артема Коробкова. С ума сойти, друзья! Он становится новым претендентом на Супер Лидиа! Я тебя сдох! Алексей Саускин. Леша, ты показал лучшее время. Ты показал лучшее время даже лучше Артема Коробкова. Ты сейчас абсолютный лидер, который претендует на гранд-финал проекта Супер Лидиа. Что ты чувствуешь? Немножко руки подустали, но в целом только сердечко начало чаще биться. Ты обнаглел? Мы для кого это строили? Ну, можно было потяжелее, конечно, да. Многомиллионная аудитория СТС смотрит на тебя и восхищается! Он восхищается твоими утями! Хотел бы передать всем огромное спасибо за то, что вы за меня болеете. Каждому моему малышу, который у меня тренируется. Вы лучшие. Брат, это достойно! Иди! Алексей, поздравляем тебя с этим выдающимся результатом. Иди, занимай свое заслуженное место там, на пьедестале. Самое главное, выгоняй оттуда Мирона, потому что он там засиделся и местечко тебя нагрел. Давай, вперед! Будем вместе смотреть за следующими участниками. Это были Алексей Савкин и его выдающийся результат на нашей финальной трассе. Вы сами все видели. Вы будете в ужасе от того, насколько сократится наше время. Алексей Савкин показал невероятный результат в 4 минуты 6 секунд. Он побил рекорд Артема Коробкова, который проходил трассу за 4 минуты и 24 секунды. Поэтому наше новое время прохождения 4 минуты 24 секунды. Прямо сейчас Мирон спускается с пьедестала, уступая в свое место Леше и его невероятному времени прохождения финальной полосы препятствий. Мирон прощается со званием претендента на супер-ниндзя. Друзья, ставки невероятно повышены. Всем остальным атлетам нужно играть ва-банк. Теперь, когда Алексей занял первое место среди двух супер-финалистов, под угрозу попадет Артем Коробков. Именно ему придется освободить свое место тому, кто превзойдет его результат. Сделает ли это кто-то из оставшихся атлетов? Или сейчас на экранах мы видим тех, кто вступит в поединок за главный приз на вертикальной полосе препятствий? Узнаем уже сегодня! Сегодня в Минеральных водах особенная ночь! Долгожданный финал проекта Супер-ниндзя! Впереди нас ждет эпичная дуэль двух лучших атлетов всего сезона! И пока это Алексей Савкин и Артем Коробков! Но, возможно, наш следующий атлет изменит расклад, если пройдет финальную полосу быстрее, чем за 4 минуты и 24 секунды! АПЛОДИСМЕНТЫ Даниил Ширяев из Костромы прошел и отборочный этап, и полуфинал практически идеально! Видно, что непростая судьба закалила его и дала невероятную волю в победе! В приюте я воспитывался 13 лет, ну, в детском доме! Я воспитал не родителей, а скалолазный спорт! Парень из детдома дает пример всем таким ребятам, что можно идти вперед и не сдаваться! Не важно, где ты начинаешь свой путь! Давай, Даниил! Эмоции зашкаливают, конечно же, мандраж! Это уже финал, это уже не игра какая-то! Интригует, кто же все-таки попадет в суперфинал! Вот, хотелось бы, конечно, мне, но посмотрим! Надеюсь, я попаду! Вся страна сейчас поддерживает тебя! Поехали! Итак, обратный отсчет! Какое страшное время! 4 минуты 20 секунд! Пробегает, прыгает! Алексей Сапкин показал, что нельзя медлить нигде! Ни перед каким препятствием нельзя отдыхать! Нужно просто переть вперед! Смотри, как он летит! Ух, ставки повышены! Вы видите, что происходит, друзья! Опасно, опасно, друзья! Приходится рисковать нашим спортсменам! Нигде нельзя замедляться! Время тает! Время тает! Уже осталось 4 минуты, друзья! Только на голову надел сейчас! Нельзя наклоняться! Вперед! Есть! Первая контрольная точка! Пошел за Магнезией! Завкин-то доказал, что без нее можно все преодолеть! Немедлий, иди вперед! 20 секунд он отыгрывает сейчас у Артема тем самым! Ну что, здесь тратят драгоценные секунды! Ой, чуть не упал, чуть не упал! Давай, подвесной потолок! Удастся ли ему преодолеть его? Ух! Давай! Доходит до середины для опытного скалолаза, напомню, в прошлом члены Олимпийской сборной России по скалолазанию! Да, у него есть форум, это плач! Конечно, ему и знакомо это! Есть! Кольцо не забудь, конечно! Это круто! Это потрясающе! Как быстро и как легко он идет! Посмотрим вот эта узкая специализация по скалолазанию! Какую роль она сыграет? Сможет ли он справиться со всеми нашими препятствиями? Но пока время неплохое! Время неплохое! Время неплохое! Артему можно напрягаться! Да им обоим можно напрягаться! Но Артему в первую очередь, конечно! Он уже по середине бамбуковой рощи! Посмотрите, как он двумя ногами просто обнимает эти шестыни! Я еще ни разу не видел такой техники! Какую гибкость сейчас показывает Даниил! Посмотри, как он сжал на… Смотри! Есть! 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 Я первый раз вижу такую технику прохождения бамбуковой рощи! Он сжимает двумя ногами с двух сторон подошвами! И он уже в самом конце этого препятствия! Есть! Две минуты двадцать секунд осталось! Третья контрольная точка! Давай, брат! Следят коршуны! Следят коршуны за каждым его движением! Вот здесь берет паузу, берет паузу! Он очень быстро прошел бамбуковую рощу! Но вот он уже проходит! Это гигантские обручи, напомню! Главное – не допустить ошибку! Главное – не допустить ошибку! Главное – не допустить ошибку! Шестерки ждут его! Давай, 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 давай! Какой накал! Едва не срывается! Посмотрите! Движется вперед! Вот он – техника! Техника, которую использовал Алексей! Посмотри! Как истинный скалолаз! Он доверяет своим рукам! Берет кольцо! Но его нужно сохранить! Поэтому ему требуется потратить драгоценные секунды, чтобы надеть кольцо на шею! Господи! И пропустить через него руку! Друзья, минута двадцать! Надо продолжать! Хорошее время! Хороший тест! Это заявка на успех! Давайте смотреть внимательно! Не коснись воды! Не коснись воды! Больше минуты еще есть до конца! И он уже подходит! Четвертый контрольная точка! Вот это контрольная точка! Вот сейчас аплодисменты! Артем, дрожи от страха! Потому что твое местечко в гранд-финале, возможно, улетучится! Даниил Ширяев! Минута ровная у него остается! На то, чтобы преодолеть заветное препятствие! Давай, давай, давай! Еще! Еще! И руки и ноги смотришь сейчас! Да! 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 Да-да-да, друзья! Это рекордное время! Да-а-а! Это потрясающе! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Данил, это для тебя! НИСТВАЯ просто поддержка! Ты завоевал сердца не только наших болельщиков, не только нас, Дима, но и миллионов телезрителей! Что ты хочешь им передать? Всем ребятам из «Скалолаза», которые сейчас выступают, всем удачи! Я надеюсь, они намного быстрее пройдут! Даже так! Я за них болею, да! Они огромные молодцы, огромные профессионалы! Вот! И желаю им удачи! Сегодня ты показал, какой ты крутой атлет! Ты просто всем это показал, доказал! И ты занимаешь свое достойное место там, на вершине! Среди претендентов на суперфинал! Поздравляем, Данил! Поздравляю! Красавчик, брат! Это что-то феноменальное было сейчас! Все, отдыхай! Останавливайся! Давай, давай! У господина Савкина время составляло 4 минуты и 6 секунд! В данном случае атлет преодолел трассу за 3 минуты и 37 секунд! Это новое лучшее время! Даниил Ширяев становится первым и главным президентом на гран-финал проекта Супер Ниндзя! На второе место переходит Алексей Савкин со временем 4 минуты и 6 секунд, который теперь становится ориентиром для следующих участников! Но, друзья, я хочу от себя лично и от всех участников проекта, от ведущих и от зрителей поблагодарить Артема Коробкова за его выступление в этом проекте Супер Ниндзя на СТС! Как всегда ярко, как всегда эффектно! Спасибо, Артем! Артем, ты красава! Едем дальше! АПЛОДИСМЕНТЫ Тренер по вейксерфингу Александр Гангало во время полуфинала поразил нас дважды! Во-первых, он прямо на отвесной стене сократил отставание от своего соперника, а во-вторых, Саша взял и дождался оппонента и вместе с ним положил кольцо на пьедестал! Что ж, такие добрые жесты в финале до добра его не доведут! Вся полоса достаточно коварная из-за того, что у тебя всего одна попытка. Любое неловкое движение может оказаться фатальным и грозит выбыванием как минимум на сезон. Не хотелось бы такой большой путь останавливать на неудаче. АПЛОДИСМЕНТЫ Мотивация у Александра просто запредельная. Я напоминаю, что он живет просто в домике, где сдается оборудование для вейксерфинга. Пять миллионов, они ему жизненно необходимы. Так что он будет вырывать победу из рук наших лидеров, которые, ну, сейчас должны напрячься, потому что Гангала делает, что сказала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Братик, порви всех! Давайте обратное счет! Поехали! Александр выступает в середине нашего списка, поэтому он знает, сейчас абсолютно нет времени для промедления. О, какой разбег! Какой разбег! Он уже на втором препятствии, он уже преодолевает воздушный коридор, делает это очень быстро. Ой, как быстро! Такими прыжками он приближается. Он не просто идет к победе, он летит к ней, как на серфе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он замедлился только, когда срывал кольцо. Все это время он шел вперед и показывает отличное время. Первое кольцо на первом пенестале. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, молодец! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Подвесной потолок, тот самый потолок, который у первой половины наших атлетов вызвал столько проблем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, его ли это стихия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрим! Идет, идет, уверенно, смотри. В рейтинге Александр находится во второй половине таблицы, в верхней половине таблицы, поэтому мы можем ожидать от него больших успехов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотри, он уже на боковых захватах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перехватывает, очень сконцентрирован, очень сосредоточен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, нет, он был далеко, далеко от воды, он находился, все нормально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Александр будет бороться, бороться с силой гравитации, бороться с этими скользкими шестами. Давай! Александр движется дальше опять, без промедления. Он знает, что время неумолимо утекает. Время утекает. Две минуты сорок секунд у него в запасе. Он уже на середине бамбуковой рощи. Давай, поторопитесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Задали высокую планку. Поэтому Александр знает, что ему нужно двигаться вперед без промедления. Нельзя, нельзя даже тратить несколько секунд на отдых. Нужно просто идти вперед. Если он хочет получить шанс на то, чтобы быть претендентом, надо идти вперед. Замедлился сейчас. Попытается оттолкнуться от предыдущего шеста. Обратно вернулся. Он вернулся для отдыха. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой-ой, отдыхать некогда, брат. Отдыхать некогда. Две минуты всего осталось. А у него еще впереди два с половиной препятствий. Он еще даже бамбуки не закончил. Еле дотягивается. Чувствуется, что силы его покидают. Гангала, давай! Делай, что судьба сказала! Остается немного. Друзья, эта бамбуковая роща еще сложнее, чем в отборочном этапе. Это должны понимать наши атлеты. Здесь нет платформ для ног. Здесь нужно идти вперед. Он не может дотянуться. Не может дотянуться. Надо раскачаться. Холод дикий. Холод дикий. Не хочется водичку ему. Тем более, на нем нет гидрокостюма, к которому он привык. Конечно. Ты помнишь, Ленил Ширяев использовал какую технику, чтобы цепляться обеими стопами. Отпускают обе руки. Он уже теряет драгоценное время. Смотрите, как Лил Малима. Дикий таймер. Все. Одна минута 18 секунд. Мне кажется, он не успеет. Все успеешь. Все успеешь. Давай. От усталости он уже не может думать. Ему уже нужно просто раскачаться на этом шесте. А он уже не может думать. Он просто тянется вперед. Посмотрите. Посмотрите. Усталость берет вверх. Одна минута 5 секунд остались. Совсем мало шансов. Есть еще два испытания. После бамбуковой рощи он просто тянется. Посмотри. Это просто какая-то картина застывшая. Александр на шесте тянется к следующему. Дотянулся. Дотянулся. Но время тает. Но вряд ли за 50 секунд он сможет преодолеть еще два препятствия. Посмотри. Он ногу свесил над водой. Он понимает, что он может выйти в любой момент. Он может выйти, бросить все в любой момент. Но он продолжает бороться. Друзья, 35 секунд. 35 секунд. Это, скорее всего, поражение. Как же тяжело ему. Давай, сход! Его сестра поддерживает. Посмотрите на ее глаза. Полной надежды. Полной любви и поддержки к своему брату. Но нет. Время утекает. И силы утекают вместе с этими секундами. Уже меньше 20 секунд остается. Но Александр все еще бьется. 15 секунд. Друзья, 10 секунд. Как ему тяжело посмотреть. Друзья, 10 секунд. Он не хочет отпускать. Он не хочет падать. 7 секунд. Отсчет времени. Пошел уже. 5, 4, 3, 2, 1. Для финала. Увы. 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 На этом время выступление Александра Гангала заканчивается на нашем проекте. Он доказал, что он имеет железный характер. Несмотря на все превратности судьбы, он продолжает идти к своей мечте. Но, увы, здесь его путь заканчивается. Спасибо организаторам за проект. Все очень понравилось. Особенно эти шесты. Но обидно. Если честно, я думал, что смог разобраться в технике исполнения бомбуков. Но получается, что не смог. Я уверена, что этот проект станет началом твоего нового пути. Многие приходят сюда, не обретая победы, но обретая новую жизнь. Пусть будет так и для тебя. Спасибо большое! До новых встреч! Для Александра финал окончен. Но нас впереди ждет самая драматичная его часть. На полосу выйдут еще более мощные и скоростные спортсмены, которые в рейтинге полуфинала занимают верхние строчки. Ой, у меня сердце замирает, друзья. Это финал! Это финал! Это финал проекта «Суперниндзя». И сегодня атлеты соревнуются на новой полосе препятствий, которую построили специально для этого дня. И сейчас на нее впервые выходит очередной финалист. Скалолаз Лев Рудацкой уже получил многое от нашего проекта, потому что его девушкой стала наша сотрудница, редактор Лиза, с которой он познакомился на кастинге. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, какой настрой! Я просто не все скажу. Обоим нашим чемпионам надо напрячься, потому что Лев чемпион России по скалолазанию. Опа! Этот парень пришел сюда побеждать. В суперфинале точно будет один скалолаз, возможно, даже два. А среди этого одного, кого я предсказываю, ну, этим скалолазом я подразумеваю себя. АПЛОДИСМЕНТЫ Лев выходит на нашу полосу, на наш финал. Друзья, это будет жарко. Я даю обратный отсчет. АПЛОДИСМЕНТЫ Полетели! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что ж, и Лев выступает и знает, что абсолютно нет времени для промедления. Нужно просто заскакивать на каждое следующее препятствие. Очень быстро проходит первое препятствие, в зеленую полосу. И уже в воздушном коридоре. Смотри, к самой скорости он летит. Давай, Лев! Разорви эту клетку! Парит просто в воздухе. Сейчас кольцо надевает на себя. И без промедления идет дальше. Нет ни секундочки. Первая точка контрольная пройдена, Львов! Скалолазы сила! Лева домой! Воздушный коридор сейчас перед Львом. И он уже проходит через кольца. Перескакивает через одно кольцо. И уже находится на этом подвесном потолке. Но он в своей среде обитания. Он джемпион России по скалолазам. И еще раз вам повторяю. Друзья, он на середине. И смотри, очень уверенно, шаг за шагом. Но это его стихия. Как бы это каламбурно не звучало, но скалолазные зацепы – это естественная среда обитания Льва. Вторая контрольная точка обсталась 3 минуты. Да! Да! Как быстро! Он очень быстро, очень стремительно проходит. Впереди Бамбуховая роща. Давай, прыгай на нее! Два шеста одновременно удерживать, чтобы уравновесить себя немного. С какой скоростью он идет! Посмотрите! Помни, Дима, в отпорочном этапе у нее были проблемы. А эта Бамбуховая роща еще тяжелее. Это Бамбуховая роща астероида просто. Смотри, как уверенно он ее проходит. Молодец! Чуть не сорвался! Пытается перескакивать через каждый следующий Бамбух. То есть он тратит некоторое время на одном, а потом использует свою инерцию, чтобы перескочить на следующий. Смотри, с какой феноменальной скоростью он проходит это препятствие! Какая техника! Какие размашенные движения! Дотягивается до кольца. Сначала он перебирается на этот шест. Хорошо, остается всего лишь один шаг. Замедлился, замедлился. Самое большое расстояние здесь, самое большое расстояние. Давай, давай, давай! Время быстрее! Давай, 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 давай! Последний, последний шеф! Да! Еееее! Да, 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 да! Хорошее время. Одна минута пятьдесят секунд. Нашим чемпионам надо уже щекотать себе нервишки. Быстро, ну что это? Быстро, ну что это? Не дай бог, у меня скоро снег не выбьет отсюда. Минута сорок пять у него остается и вообще нет... О! Останавливает! О, нельзя так делать! Все, все, все! Это конец прохождения, друзья. Я напоминаю, что нельзя возвращаться на исходную платформу двумя ногами. Он сделал ошибку, хотя шел с невероятно хорошим временем. Здесь решение может быть только одно, это дисквалификация, увы. Это ХЛ. Круто шел. У меня даже немножко сжались мои... Как это произошло? Ну, поторопился чуть-чуть. Хотел на скорость поработать, блин, я просто перелетел. К сожалению, не получилось есть на чем работать. В любом случае, Лев, главный приз нашего проекта уже забрал. А вот даже не разыгрывался. АПЛОДИСМЕНТЫ Не хочу медлить ни секунды! Мы уже такой градус взяли, что хочется смотреть и смотреть! Смотреть еще и еще! Поэтому погнали! АПЛОДИСМЕНТЫ Адлер Мижев! Простой спасатель! Адлер показал, что спасатель это не только профессия и призвание, спасатель это еще и выдающиеся спортивные данные! В финале мне ничего не может помешать. Я просто выйду и сделаю то, что умеет. Прям выложусь на все сто. Буду рисковать. ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Встречаем нашего спасателя, нашего героя! Вперед, Адлер! Покори эту гору, покори эту вершину! Напоминаю, 4 минуты 6 секунд! Это время, в которое должен уложиться Адлер, если он хочет остаться в нашем проекте дальше! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Посмотрите, что он будет сейчас творить на нашей финальной трассе! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Тош, бежит, бежит! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Ух, как быстро он просто забирается! Воздушный гридон! Это был самый быстрый переход от одного испытания к другому, и Адлер не медлит! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Смотри, он уже все, он завершил! Воздушный гридон! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Уже у первой контрольной точки, Адлер! Что ты творишь? ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Он что, хочет меня обогнать? ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Идет дальше без магнезий! Не тратит время абсолютно ни секунды, перескакивает через одно кольцо и сейчас пытается зацепиться! ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Нашел зацеп. Вот здесь ему будет очень сложно, потому что он не в своей среде обитания. Давайте посмотрим, как он будет это все проходить. Смотрите, здесь темп замедлился у Адлера, он пытается нащупать. ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Видимо, с помощью предыдущих препятствий он пытался дать себе фору именно для этого сложнейшего препятствия. ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Напомню, у Адлера нет опыта в скалолазании. Он здесь пытается на ощупь просто получить этот опыт прямо на нашей полосе. ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА В прямом смысле на ощупь. ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА В прямом смысле, потому что он не знает, какой зацеп может выдержать вес его тела, какой не может. Друзья, три минуты, три минуты осталось. ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА Много-много времени затрачивает Адлер на это препятствие. И подвесной потолок оказывается очень сложным для преодоления. ВЕСЕЛАЯ МУЗЫКА 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 И он понял, что либо сейчас, либо никогда. Он попытался раскачаться, но он не сумел вовремя отпустить руки и схватиться за канат. Увы! Ай-яй-яй! Друзья, это войдет в хайлайцы. Какое жесткое падение! Показал, что может обычный спасатель. А ты для нас не обычный спасатель, ты для нас настоящий герой. АПЛОДИСМЕНТЫ Самое эффектное падение у него. Посмотрите, наши чемпионы. Они сидят, хихикают, как два воробушка на своей жердочке. Они сидят и хихикают над участниками. И с легкой издевкой, говоря о них. Думаю, что никто уже не сделает до лучшего времени. Но то ли еще будет, пацаны, то ли еще будет. Я прям всем нутром чувствую, что впереди нас ждут чемпионов. Это еще 12 атлетов, которые однажды уже обошли Алексея и Даниила. То есть еще целых 12 шансов, что претенденты на суперфинал сменятся. Ведь каждый из наших героев приехал сюда лишь с одной целью – победить. Дмитрий Попов из Электрогорска работает поваром миллиардера. Он показал невероятную выносливость на предыдущих этапах, что помогло в очной дуэли победить фаворита его пары. Если так пойдет и в финале, то одного российского миллиардера поваром будет работать – миллионер. Я никогда не позволял себе быть где-то позади кого-то. Поэтому я в любом случае буду где-то впереди, насколько это возможно. Ну, в своем обычном режиме. Я видел сон своего финиша. Все было идеально, как бы погрешностей не было. Самое главное – спокойствие, отсутствие тремора в сердце. Чтобы голова была холодная, а руки горячие. Что ж, Дмитрий Попов, Электрогорс. Волнуешься? Очень. Я волнуюсь с первого дня, как он сюда поехал. И мы волнуемся, но мы очень сильно верим, что он и эту финальную полосу препятствий как ножом просто нажинкует, да? Ну что, Дмитрий уже сейчас на стадии полной готовности. Мне кажется, надо давать старт. Начинает свой разбег Дмитрий. И он тоже понимает, что время поджимает. Вы посмотрите, как быстро он начинает прохождение. Ой, не торопится, ой, не торопится, парень. Надо, надо нагонять, потому что времени остается все меньше и меньше. Но не забывай, что он соревнуется сегодня с такими топовыми атлетами. Сейчас два лидера – это Алексей Савкин и Данил Ширяев. Это выдающиеся спортсмены. Нужно поторапливаться, отдать все силы, все возможности, все эмоции сейчас. Все, первый контроль на точках. Молодец! Молодец! Посмотрим, будет ли он здесь восстанавливать дыхание или восстанавливать силы. Ой, ой, замешкался, теряет драгоценное время. Берет магнезию, берет магнезию, но она ему может помочь. Все-таки опыта в скалолазании у него нет. Он мог пойти сразу же, не восстанавливая силы и не давая себе дополнительного шанса на прохождение этого тяжелого препятствия. Но все-таки, если он его пройдет, шансов в том, что он успеет, у него все же больше, чем если он просто упадет в воду. Боится отпустить, он не знает, какой зацеп может выдержать вес его тела. Я понимаю это, но остается всего 2 минуты и 50 секунд, друзья. Нужно прибавлять, нужно поторапливаться. Все, время тает на глазах, оно улетучивается так же быстро, как мой голос. Дмитрий старается, он заходит из середины, здесь есть кольцо, за которое легче держаться. Ой, отпускает руку, отпускает руку. Питается, пытается сейчас перенести вес тела на левую руку. Нет, тебе не круассаны лепить, брат. Мы помним, что опытные ребята, атлеты показывали здесь технику, по которой ее можно проходить. И отсюда с боковых зацепов они уже ногами пытались зацепить канат и притянуть его поближе. Давай, брат, давай, давай, давай. Не хватает длины ног ему, а 2 минуты остается, друзья. Переносит вес тела немного на правую руку, пытается найти зацепово. Увы, увы, так обидно. Снова мы видим, как атлет не справляется с нашим подвесным потолком, одним из тяжелейших препятствий этой финальной трассы. Ну, что сказать, я человек скромный, поэтому кричать и много громких слов говорить не буду. Есть над чем работать. Это ужасающее препятствие выкидывает из нашего списка чемпионов, выкидывает людей, которые пробились в финал потом и кровью. Ну что, Даниил Ширяев и Алексей Савкин сидят и лузгают семечки. Кто им дал семечки туда, я не понимаю. У них есть семечки? Пошел, возьму. АПЛОДИСМЕНТЫ Два скалолаза крепко засели на лидерских стульях. И кажется, трасса просто не подвластна спортсменам из других видов спорта. И именно это сейчас проверит титулованный фехтовальщик из спортивной династии. Что ж, брат олимпийской чемпионки Софья Великой рвется к собственному титулу. К титулу суперминца. Трофим Великий, дорогие друзья! Город Москва! Встречайте! Для этого парня это личная олимпиада, и мы все очень желаем ему победы! Вперед, Трофим! АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, сделай это! АПЛОДИСМЕНТЫ От финала меня колотит в хорошем смысле этого слова. Мне не терпится начать показать достойный результат. И опять-таки не упасть в воду, в эту проклятую ледяную воду. Друзья, итак, Трофим Великий! Поехали! Ну что ж, Трофим, это твой звездный час! Что ж, какая скорость! Разбег! Прыжок хорошо! Он буквально залетает в наш воздушный коридор! Напоминаю, 4 минуты 6 секунд! Это лимит по времени, который допустим для прохождения финальной трассы, чтобы иметь возможность претендовать на участие в суперфинале! Понимает, что скорость надо набирать! Не торопится! Трофим испытывает некоторые сложности, потому что это непривычное для него действие! Это непривычная нагрузка для Трофима! Но он борется и идет вперед! Замешкался! Теряет драгоценное время! Давай, 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 давай! Рост может быть преимуществом, а может быть и недостатком! Как раз это препятствие, где это может быть недостатком! Но он доходит уже до конца! Опускается и первая контрольная точка! Да, да, да! Трофим, давай! Блин, прикинь, он минуту потратил на то, чтобы пройти вот это испытание! Прикинь, минуту! Берет магнезию, дальше его ждет подвесной потолок! Сейчас узнаем, насколько сильны и выносливы его руки! Еще нужно зацепиться за этот зацеп! Это не так просто, друзья! Сейчас будет переносить свою правую руку уже на зацепы! Какой он здоровый! Реально великий! Он очень высокий атлет! Один из самых высоких участников финала! Ни разу не скалолаз, еще тяжелое тело! Я не представляю, как ему сейчас тяжело на этом испытании! Давайте узнаем, насколько он не просто великий, а великолепный! Перебирается уже на вторую половину! Он будет прыгать! Он будет рисковать! Он будет прыгать! А-а-а! 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 Чуть-чуть не хватило! Господи! Он пытался, он добрался, долетел! Чуть-чуть не хватило! Трофим понимал, понимал, что уже, скорее всего, не удастся преодолеть вторую половину зацепов! И он решил рискнуть! Он раскачался, насколько ему было доступно это делать на кольце, и прыгнул! Друзья, я не представляю, как сильно он обжег руки! Об канат! Ох, друзья, там сила трения такая, что у него, возможно, ладони просто в мясо! Ничего страшного! Попытался, попробовал! Мне немного не хватило! Хотел добавить вам немного красок в шоу! Попробовал! Не добавил! Не добавил! Простите за тавтологию, друзья! Трофим Великий, один из представителей самой великой спортивной семьи России! И он, дойдя до финала на нашем проекте, подтверждает статус величайших атлетов, спортсменов и героев, которые рождаются в этой семье! АПЛОДИСМЕНТЫ Сложнейшая финальная трасса продолжает топить наших спортсменов! Пока самое трудное препятствие для них – подвесной потолок! Из 18 упавших участников ровно половина не справилась именно с ним! Возможно, исправить эту ужасающую статистику и выйти в суперфинал сможет наш следующий атлет! Это минеральные годы, где под покровом ночи разворачивается главная спортивная битва сезона – финал шоу «Суперниндзя»! И на трассу готовится выйти следующий атлет! На отборочном этапе пожарный Владимир Войтюк сделал практически невозможное! Он вернулся на препятствие и взял потерянное кольцо! И сейчас весь город – ныдва! Пермского края держит кулачки за своего земляка! Владимир Войтюк – ныдва! Хотелось бы побыстрее это всё пройти! Просто на трассе кайфовал! Даже нисколько соревновательный момент, сколько интересно это всё! Владимир – это пожарный, это уже герой в реальной жизни! Да-да-да, это ещё один сотрудник МЧС, друзья! Давайте посмотрим, как ещё один представитель этой замечательной профессии справится с нашей сложнейшей полосой препятствий – финалом! Это же факт того, что их несколько в финале! Представляете, что это говорит об их физической подготовке! Он пройдёт ныдва, ныдва рулит! Что ж, я вызываю МЧС прямо сюда! Поехали! Так, разбег! Прыжок! Взлётная полоса! Преодолена! Он движется вперёд, очень быстро преодолевает первое препятствие! Вытирает ноги, теряет драгоценные секунды! Но, возможно, он намерен на результат! Проходит! Володенько! Смотри, как быстро он проходит! Воздушный коридор! Тоже прыжки использует! Как будто не первый раз проходит подобное испытание! Ну что, Владимир, мы ждём от тебя больших результатов! Есть! О, да! О, давай! Он сделает! Второе препятствие пройдено и первая контрольная точка позади! Что ж, посмотрим, подвесной потолок дастся этому сотруднику МЧС или нет! Потому что его коллега сделал замечательное сальто назад во время прохождения именно этого препятствия! Владимир начинает преодоление этого препятствия! О! Осторожненько! Сложное препятствие для неподготовленного атлета! Молочки, не торопись! Посмотри, какие сложности сейчас перед Владимиром! С чем он столкнётся! Ему ведь ещё надо перебраться на сам потолок! Ай-яй-яй-яй-яй! Чуть не сорвался только что! Держись! 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 Сделаешь! Цепляется рукой, цепляется левой рукой и правой рукой уже за два! Захватывает, на пальцах висит! Давай-давай, Володя! Посмотрите, на пальцах он тебя удерживает! Какая сила просто у человека! Какая выносливость! Увы, подвесной потолок отправляют прямо вниз, в самую пучину, в этот бассейн, в эту воду ещё одного нашего участника! Ещё одного сотрудника МЧС! Достаточно быстро добрался до третьего препятствия! Здесь буквально на пальцах себя удерживал! Мы реально от двух пальцев держали! Не выдержали пальцы! Увы, это препятствие отсеяло ещё одного финалиста! С какими мыслями ты отсюда идёшь? Подожди, я другое хотел сказать вообще! Давай, скажи другое! Я *** с этого вообще! Это что за ***? У меня пальцы вообще *** не держат ***! Всё, ничего ***! Но вот это вот это... Спасибо тебе большое за твою искренность и твои настоящие эмоции! Ну вот так! Вот так, друзья! Это супер нити! Это только настоящие эмоции, настоящие чувства и настоящие мужики! А если перевести на русский язык, что он сказал, то это очень и очень сложная трасса! Всё меньше атлетов остаётся впереди! И с каждым падением валидера Алексей и Даниил всё увереннее себя чувствуют на своих суперфинальных местах! Сможет ли кто-то пройти всю трассу быстрее них? Возможно, тот, кто однажды уже это сделал! На очереди атлет номер 25! Фёдор Трубин пришёл на наш проект, чтобы обратить на себя внимание девушек! Уверен, что своими результатами он уже это сделал! Ведь Фёдор показал лучшее время среди всех участников шоу на отборочной полосе препятствий! Лучший из 175! Я готов побеждать! Я лёгкий, я цепкий, я быстрый! Что ж, если он продолжит в том же духе, он станет самым завидным холостяком страны! Ну что, Фёдор! Фёдор – это наша тёмная лошадка! Он очень скромный парень, и мы очень мало знаем о его жизни, о его подготовке! С улыбкой на лице! Давай, давай, давай! Ну мы знаем, он соревновался и против Даниила Ширяева, и против Алексея Савкина! И побеждал их на отборочном этапе, а сейчас, сейчас он выходит на финальную полосу препятствий! Смотрим! Желаю своим соперникам удачи, но я всё равно буду быстрее! Фёдор, давай! Фёдор, давай! Ну что, в твоё время пошло! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Четыре минуты шесть секунд! Это отсечка, которую надо преодолеть! Так, ничего он не протирает! Молодец! Рвётся попадет! Просто вперёд, посмотрите! Длинными шагами переставляет свои ноги! Очень быстро и очень далеко переставляет! Сразу обе ноги! Это заявка на успех! Кольцо уже на нём! Как хорошо и плотно держит его кроссовки, уперевшись в стороны, в эти стены прозрачные! Молодец! Первая контрольная точка пройдена! Есть! 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 Дастали ему с такой же лёгкостью подвесной потолок! Сразу приступает! Хороший высокий рост и длинные руки! Это может быть очень важным преимуществом! Не зацепился! Раскачался! Раскачался! Не зацепился за уступ! И вынужден был качнуться ещё раз назад на этом кольце! Но вот сейчас... Не торопись! На согнутых руках и на кончиках пальцев он штурмует подвесной потолок! Смотрите, ищет! Ищет правильный путь сейчас по подвесному потолку! Правильную тропу, которая приведёт его к окончанию этого препятствия! Пока держится! Всё! Фух! Кольцо в его руках! Проходит экватор! Сейчас находится и ищет следующий зацеп! Держись! Держись, Фёдор! Держись, Вененька! Старается зацепиться за боковую, но не получается! Он пытается, но его раскачивают из стороны в сторону! Успокойся! Успокойся, ёшкин! Вынужден использовать другой маршрут! Он собирается прыгать! Нет, нет, нет! Момент истины! На пальцах держится! Нет! Момент истины! Я надеялась, что он будет прыгать на канат, но он прыгнул в воду! Момент истины! Увы! Увы, ещё раз, очередной раз! Это препятствие! Он что-то запожарил вообще! А? Запожарил он, Люка! Руки не держали! Не знаю, почему так получилось! Перебрал всю зацепку! Ничего не держит! Просто почему-то руки не держали! Не знаю, почему так получилось! Просто наш подвесной потолок, как коса, скашивает атлета за атлетом! Атлета за атлетом! И просто уничтожает их, отправляет на дно нашего бассейна! Что сложного? Просто взял зацепки и держишь! Просто чего сложного? Просто взял и делаешь так, как тебе показали! Действительно! Перед штурмом трассы все наши атлеты проходили инструктаж от главного судьи и разработчика трассы Станислава Кокорина! По технике прохождения есть два нюанса! Когда вы доходите до второго кольца, мы вам рекомендуем назад чуть откочнуться, потом приходить уже второй рукой и по инерции сразу перепрыгивать! Стас не только инструктировал, но и на собственном примере показывал, как нужно проходить каждое испытание! Тем самым доказывая, что их реально преодолеть! При этом не забывай держать всегда руку сверху! Это твоя безопасность! Я сделал, значит, реально! Поэтому участники, если не забегают, значит, они недостаточно сильные! Ой-ой-ой-ой! Борьба накаляется, друзья! Мы идем уверенными шагами к окончанию финальной полосы препятствий и переходу! Чистая вертикальная... Я не знаю, как назвать эту полосу препятствий и вертикальную... Ну, ну, я бы в жизни на нее не полез! В жизни на нее не полез, потому что я боюсь высоты просто до колика в животике! Найдется ли кто-то из оставшихся восьми атлетов более достойный, чем Алексей Савкин или Даниил Ширяев, чтобы стать одним из двух претендентов на статус супер-ниндзя? А вдруг это Сергей Серый? Финал, я считаю, что на полных правах зашел с восьмым временем, поэтому будем проходить финал и попадать в гранд-финал. Благодаря поддержке своей жены Сергей Серый уже финалист проекта Супер-ниндзя! Он показал феноменальные результаты на отборочном этапе и вырвал себе победу в полуфинале! Вот у нас красавец! Вот у нас любимчик! Точнее, ваш любимчик и уже нас! Вперед! Вперед! Традиционный поцелуй от его дочки придал ему сил сейчас и окрылил буквально! Способна ли любовь самого близкого человека окрылить так, чтобы Сергей взлетел до самой вершины нашего проекта? Покажет финал! Фух, Серега, пусть у тебя все получится, да? Конечно! Что ж, Серый, удачи! Давайте посмотрим, сможет ли он пододвинуть кого-то из наших чемпионов! Сергей спешит по взлетной полосе! Прыскок преодолевает! Но он уже подходит ко второму препятствию! И воздушный коридор уже начинается! Начинается перед ним, открывается этот коридор перед ним! Уверенно, очень уверенно идет! Хорошо движется, хорошо, уверенно! Главное не совершить ошибку здесь на переходе! Не коснуться, напоминаю, матов! Он, как рыбка в аквариуме, проплывает через все это препятствие! Взрывает кольцо! Уверенно берет колечко, колечко-кольцо и отправляется на канат! Он, как рыбка Немо, сбегает из своего аквариума, посмотрите! Ой, не торопится, ой, не торопится парень! Надо, надо нагонять! Он же выпрыгивать находится у первой контрольной точки, и она пройдена! Есть! Есть, он прошел! Хорошо, сейчас все-таки используют небольшую паузу, чтобы придать себе чуть-чуть маленький шанс на то, чтобы пройти это тяжелейшее испытание! Так, давай-давай-давай-давай, брат! Что ж! Сейчас будет самая сложная часть! Сереж, милей! Я молчу! Я просто сижу и молчу! Мы смотрим, как Сергей буквально на ощупь, на ощупь ищет тот самый правильный путь, который доведет его до второй контрольной точки! Сейчас судьба атлета находится на кончиках пальцев! Сережа, держись! В его же руках судьба атлета! Посмотрите, за боковые зацепы он берется, пытается подтянуть канат к себе! Да, 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 да! Да, 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 да! Да, 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 да! Да, 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 да! Наконец-то! Проходит, проходит! Молодец! Напомню, пять атлетов подряд не смогли справиться с подвесным потолком, а Сергей справляется и идет дальше! Вот здесь надо быть внимательнее! Серый, давай-жки! Вроде бы Сергей Серый был серым участником изначально! Серой лошадкой! Серой лошадкой, но посмотрите, Сергей Серый – настоящее золото, платина нашего проекта! Смотри, как быстро, смотри, как ловко! Но время-то неумолимо утекает, поглядите, меньше двух минут достается! Ему предстоит пройти еще три шеста, ни на одном из них нет платформы для ног! Из последних сил удерживает себя, Сергей! Сережа, держись! Сережа, давай! Но ради семьи, ради своей любимой дочки он сейчас борется со всеми сложностями нашей тяжелейшей трассы! Посмотрите! Соскальзывает, соскальзывает! Едва-едва он удерживается, и ноги, и руки уже устали! Давай, борись как лев! Ноги уже не держат, а руки держат уже на самый край! Сейчас упадет, сейчас упадет! Сережа, не! Сейчас на глазах у дочки он показывает, сколько в нем характера, сколько в нем внутренних сил, которые удерживают его все еще на весу! Посмотрите, какой это пример! Пример борьбы, пример стараний, пример упорства, пример упрямства! Вот он! Перед вами, Сергей! Он уже полминуты на этом шесте! Сережа, сможешь! Он не хочет завершать, он не хочет сдаваться, но вот! Так-так! Оставалось чуть-чуть, и он бы прошел уже! Ай-яй-яй! Как обидно, друзья! Как обидно! Такова судьба! Сергей, ты боролся до самой последней секунды! Но даже этого недостаточно! Сегодня нужно гораздо больше! И мы ждем, наконец, здесь тех, кто сможет навязать борьбу в финале и заставить других играть по их правилам! Ради победы я готов подмешать всем траквилизаторам, чтобы они немножечко потеряли свою сноровку! Шучу, конечно! Ради победы я готов на все! Научный сотрудник Сергей Кириков поразил всех зрителей своей физической подготовкой! Залогом своего успеха Сергей назвал здоровый сон, правильное питание и науку! Ну, я уверен, что науку у Сергея в сердечке, как и он, у нас и наших зрителей! Сергей Кириков! Москва! Заряжен пройти эту трассу! Пока еще не знаю, как она будет даваться мне! Есть больше моментов для скалолазов! Я все-таки не скалолаз, я больше гимнаст, не химик! Сергей сейчас подходит к началу, он заряжен! Это человек, в котором переплетены и наука, и спорт! Вперед, Серега! Гол! Смотрим! Поехали! Сергей берет разбег, разгоняется, прыгает, отлично! Справляется с первым препятствием и сразу же, немедля, запрыгивает в воздушный коридор просто! Быстро, быстро, быстро переставляет ногами, хорошо держит его стопы! Ой, какая скорость! Срывает кольцо головой и уже спускается! Какая скорость прекрасная у него! Потрясающий результат! Ребят, феноменальное время! Хорошо, как быстро идет! Отлично, молодец! Есть чем гордиться! Что ж, сразу приступает к воздушному... Все-таки решает вас пользоваться небольшой помощью магнезии! Именно так! Сергей понимает, что для атлета, который не занимается, например, скалолазанием круглые сутки, именно это препятствие может быть очень сложным! Поэтому любая, любая помощь здесь будет полезна! Итак, первая зацепка! Держись крепче! Вторая! Давай третья! Третья! Ой, не торопится парень! Смотрит и ищет! Куда же? Куда же дальше? Он не смог понять, нащупать зацеп, который удержит вес его тела! Эх! Это было близко! Это было близко! Атлет, попавший в финал с очень хорошим результатом в полуфинала, вошедший в семерку лучших по итогам полуфинала, срывается буквально на третьем препятствии финальной трассы! Вот вам! Вот вам настоящая сложность нашей полосы! Я в шоке! Я даже не успел обратить внимание на то, как он проходит под весной потолок! Так, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну давай, скажи что-нибудь! Ух! Маличка-то холодная! Падать не хотелось совсем! Ух! Ух! Молодец, ты молодец! Ты сделал все, что мог, и скалолаз все-таки не ты, ты химик, черт побери! Твое кредо это спасать! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БОДИСМЕНТЫ С их нагретых не стечь! Это финал проекта СуперМедиа! Вы ждали этого два месяца! Зварите себе чаек, нарежьте себе колбаски, посмотрите на все это и отставьте в сторону, и отжимайтесь вместе с нашим спортивным проектом! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это финал проекта СуперНиндзя! И лишь шесть атлетов отделяют нас от развязки сезона! И сейчас на полосу выходит уникальный атлет! Еще несколько лет назад он был наркоманом, а сейчас он один из главных претендентов на победу! Павел Иванов, Москва! Помешать мне может только, я не знаю, там, землетрясение... Синекопадцы... Играться... Паша бежит к нам! АПЛОДИСМЕНТЫ Как здорово то, что среди поддержки появился его соперник! А теперь уже и друг наш, полуфиналист Рома здесь! Желает этому обаятельнейшему спортсмену с потрясающей незабываемой улыбкой! Извините, я немножко увлеклась! Ха-ха! Победы! АПЛОДИСМЕНТЫ Нервничает Павел, видно по глазам, что он переживает! Ну что, надо начать! Поехали! Итак, обратный отсчет! Уверенный поступь, и он движется к первой контрольной точке! Итак, воздушный коридор сейчас... Давай, брат! Вскакивает повыше! Находится очень высоко! Посмотрите, он даже опускает руки вниз, чтобы не зацепить за край этого коридора, куда нельзя класть свои руки! Берет кольцо быстро! Уверенно проходит! Уверенно проходит! Три минуты и сорок секунд! Оконцовка! На месте! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Критировался красиво! Маша, делай на красоту! Давай скрестим все части своего тела! Мы скрестили! Мы болеем за этого молодого парня, который невероятно круто себя показал в полуфинале! И посмотрите, что он делает здесь! Подвесной потолок не прощает ни одной ошибки! Я надеюсь, хватит сил в твоих пальцах, чтобы преодолеть это страшное препятствие! Держи, держи, держи! Коса, может! Молодец! Держи! Смотрите, как уверен он проходит! Весь потолок остается совсем немного! Главное, не совершит грубую ошибку! Да! Да! АПЛОДИСМЕНТЫ Да-да-да-да-да! Вторая контрольная точка пройдена! Ну, неплохо для нескалолаза! Павел доказывает, что он пришел к нам побеждать! Павел остается совсем немного! Три препятствия! Но они сложные! Что ж, по боковой роще он, уверенно, проходил в отпоре! У него есть еще 2 минуты и 40 секунд! Неплохой рост у Павла! Длинные руки, длинные ноги! Они будут ему помогать! Но я уже не говорю, насколько они сильны! Мы только что это наблюдали на предыдущем препятствии! Что ж, достаточно уверенно идет! Чуть не сорвался! Чуть не сорвался! Он не встал! Он просто оседлал, как будто бы шест посередине! И ноги поехали вниз, но руками он себя удержал! Молодец! Руки у Павла очень сильные! Будет бороться! Давай! Бороться с силой гравитации! Вау! Кольцо! Руки очень сильные! Он уже на финишной прямой, друзья! И показывает неплохой результат! Сейчас какие-то чудеса на трассе происходят! Катя, Катя! Давай! 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 Павел! Готов ли ты оставить двое след в этой проекте? Да! У нас есть еще минуты и 47 секунд для того, чтобы он стал претендентом на суперфинал! Опа! Воробушки напряглись! Воробушки напряглись сейчас! Большой играет хорошая игра в этом минуте! Но медлить нельзя, друзья! Медлить ему нельзя! Ему нельзя ждать, потому что он теряет драгоценные секунды! Уже полторы минуты! Полторы минуты осталось! Давай, Павел, давай! Давай! Можешь, можешь! Можешь быстрее! Вот они наши трибуны тоже начинают его гнать вперед! Одна минута двадцать секунд! Еще десять секунд отдыхает Павел! Но ему нужна каждая толика сил, которую он скопил за эти секунды отдыха! Еееет! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Увы! Увы! Павел гнал себя вперед до последнего! Он понимал, что он не успевает восстановиться! Он не успевает восстановить силы! Молодец! Молодец! Ой, смотри-смотри, как он расстроен. Смотри, как он расстроен, брат! Молодец! Он плачет? Да! Все равно лучше. Все равно лучше в финале. То, что Павел показывал на нашем проекте на протяжении всего этого времени, доказало всей стране, что Павел это просто самородок. Молодец! 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 Лашурочка, умничка! Ничего страшного, все нормально. Красавчик, переиграй, вернешься! Друзья, друзья, какие эмоции вы сейчас видите. Этот молодой человек ударился в слезы. И это не стыдно. Он старался не ради пяти миллионов. Он старался не ради звания суперниндзя. Он хотел доказать своим родителям, что он достойный член их семьи. И поверь, брат, ты это все доказал. Это не значительно. Все нормально. Поверьте, значит, нет. Пускай это будет самое большое разочарование в твоей жизни. Четко, уверенно, что он пришел. Пацаны, в следующем году сделаем вае. СТУК В ДВЕРЬ Я еще году все исправишь. Здесь переживать очень мельче. Ты еще отыграешься, понял? Да. Все красиво. Все нормально. АПЛОДИСМЕНТЫ Я... Фух! У меня давление подскакивает каждый раз. Друзья, это самый уникальный, самый остросюжетный, самый спортивный и экстремальный проект на российском телевидении. Это Суперниндзя на СТС. На трассу выходит следующий атлет. Рекордный результат по отжиманиям Гаяза Искандарова. К сожалению, книга рекордов Гиннесса не зарегистрировала. Но сейчас у него есть шанс установить новый рекорд. Пройти трассу быстрее скалолазов Алексея Савкина и Даниила Ширяева, которых все еще никому не удалось выбить с мест суперфиналистов. АПЛОДИСМЕНТЫ Основными конкурентами в финале, как по мне, кажется, это скалолазы. Потому что у них как раз-таки цепкий хват, и они покажут весь свой потенциал, который они ранее показывали. Действительно, манки щит. Каяц Искандаров! Казань! Встречаем! Каяц, давай, вперед! Мы в тебя верим! Опа! Мы ждем тебя здесь наверху, мы заждались уже! Стартует Гаяц, как быстро он стартанул! Смотри, опа! Взлезная полоса просто незамечена Гаяцом! Смотри, как уверен идет! Он уже в воздушном коридоре! Ой-ой-ой-ой! Замешкался, замешкался! Теряет драгоценные секундочки времени! И что там стоишь? Бежать надо! В самом начале он остановился! Что? Что такое? У меня руки скользят, говорит! Он очень быстро запрыгнул в этот коридор, рассчитывая просто проскочить, как молния! Но здесь... Скользят руки, скользят руки! Страшно скользят! Он вытирает руки об голову! Он пытается, пытается... А было полотенце на платформе, было полотенце, о котором он мог вытереть руки, но он решил сразу запрыгнуть! И не ждать! А что, корсовки скользят, что ли? Прям очень сильные! Ну, скользят как бы! В этом-то и фишка, чтоб они скользили! Давай-давай, нормально, иди! Будет ли шанс у него реабилитироваться и все-таки побороться за вершину? Я не знаю! Нет, все! Увы! Увы, увы, увы! Блин! Обидно! Обидно! Непонятно! Какая досада просто! В самом начале финальной трассы Гаяс не справляется с нашим препятствием, и что бы то ни было, какая бы причина ни была, но он выбывает! На самом деле я должен был дойти до конца, то есть уже полностью настроился. Я не знаю почему, но элементарно вообще руки вот ужасно скользят. Я не знаю, в чем дело. Может... Ну... Может, намаслили, не знаю. Специально для тебя? Я не знаю, короче, не могу объяснить. Я даже не знаю, что здесь сказать. Подбадриваю... Давайте так... Я даже не знаю, что здесь сказать. Мы должны быть добренькими, всех поддерживать, но в данном случае это жесткая игра! Это жесткая полоса финала! Так что все честно! К сожалению, вы выбываете из нашего проекта Алга домой! Но есть один положительный момент. Он не намок. Он не намок. Поэтому всегда есть плюсы, друзья! А еще не намокли два наших лидера, которые очень давно наблюдают со своих специальных мест, как один за одним атлеты выбывают и даже не приближаются к их результатам. Даниил Ширяев справился с полосой за 3 минуты 37 секунд, а Алексей Савкин за 4 минуты 6 секунд! Именно его время установлено на всех экранах! И именно это время нужно превзойти оставшимся атлетам, чтобы сместить Алексея и стать новым претендентом на суперфинал! Не надо! Не нужно! Нам и так уже тут хорошо! Чтобы пройти в финал и побороться за титул Суперниндзя, наши атлеты прошли невероятно трудный путь! Хорошо, что для наших зрителей все гораздо проще! Ведь с картой Халва идти по жизни легко! Еще бы! Рассрочка от 10 месяцев на все! Кэшбэк до 10% и доход на остаток! Сканируй QR-код, чтобы оформить свою Халву! АПЛОДИСМЕНТЫ Долгожданный финал проекта Суперниндзя идет прямо сейчас! И на трассу уже готов выйти наш следующий финалист! АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Старцев из Уфы доказал всем на этом проекте, что обычный работяга может соревноваться с теми, кто постоянно занимается спортом! Кажется, прямо на наших глазах Владимир из любителя становится профессионал! Очень рад, что показал себя своей силой и надеюсь на суперфинал выйти! АПЛОДИСМЕНТЫ Человек, пришедший на проект без больших амбиций, казалось бы! Без большого имени в спорте! Но он в финале, тем не менее! И в финале с одним из самых неплохих результатов по итогам полуфинальной трассы! АПЛОДИСМЕНТЫ На финальной трассе я побаиваю Страву АЛЛАТРу, потому что в отборочном я его так и не покорил, но я понял свои ошибки и исключил их! АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, встречайте! Простой строитель! Владимир Старцев, ФМ! Погнали! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Полетели! Полетели! Владимир уже на трассе! Смотрим! Перепрыгивает очень легко, перебирается! Дальше! Воздушный коридор! Забирается сразу же! Не тратит время на то, чтобы высушить свои ладони или ноги! Какие раз быстрые движения! Что ж, он уже приближается к кольцу! Переносит вес тела на руки, потом на ноги! На руки, на ноги! Такими прыжками двигается вперед! И вот! Первая контрольная точка и время! Время очень хорошее показывает! Да! 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 Подвесной потолок слишком много убрал атлет из нашего финала! Покорится ли спортсмену-любителю этот подвесной потолок одной из самых сложных препятствий финальной трассы? Смотрим дальше! Он уже на зацепах! Я буду в полном шоке, друзья, если он преодолеет его! Он доходит до середины! Он доходит с легкостью до середины! И уже на боковых зацепах! Как он это делает, друзья? Нужно хорошо соскочить! Оооо! Вот он сделал это! Как эффектно! Друзья, вы видели сами! Он спрыгнул! Зацепился за канат! Удержался на нём! Я не могу поверить своим глазам! Он просто вскочил сейчас в бамбуковую рощу! Панды сидят с открытым ртом! Они не понимают, как так можно перемещаться на этих палках! Белкие летяги сейчас грызут свои когти и смотрят, как он перебирается всё дальше и дальше! Нет! Нет! Грызут когти вот эти два молодых человек, которые сидят и наблюдают за бешенными движениями этого атлета! Смотри, какая скорость, друзья! Какая скорость! Он уже взял кольцо! Время Алексея Савкина уже точно под угрозой! Посмотрите на технику, которую он захватывает двумя стопами! Он держит, удерживает, прижимает! Давай! Шест! И он уже почти у третьей готовой точки! Да! 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 Спортсмен любитель творит историю здесь! Да! Он это сделал! Друзья, осталось две минуты и десять секунд! Я уже напрягся! Он идёт вперёд с какой-то невероятной скоростью! У меня дрожат ноги! У меня дрожат ноги прямо сейчас! Он пропускает один из канатов! Давай, 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 давай! Всё-таки назад немного раскачивается! Достигает пятого каната и он уже на гигантских обручах! Он знает технику! Он знает, что нужно делать! Минута тридцать восемь! Это что-то невозможно! Ещё есть время! И даже с помощью такой техники он сможет преодолеть и иметь достаточный задел для того, чтобы штурмовать! Штурмовать заключительное препятствие! Штурмовать! Минута двадцать! Так, публика оптимизировала здесь! Смотрите, наконец-то кто-то доходит! Замкин с напряжением смотрит! Чувствует, что его полуфинал! Подожди, подожди! Здесь застрял! Застрял немного! Два обруча до платформы, но застревает здесь! Давай! Давай, Володя! Давай, Владимир! Давай, Володька! Взорвись! Взорвись! Раз всё святого! Владимир застревает! Устали уже руки и ноги! Он пытается перехватить каждое кольцо по очерёдности! Очень много энергии он тратит! Есть! Останься! Останься! Да! 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 Беги! 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 Серьёзный задел! 40 секунд у него! 42 секунды! А? Блин! Ну что, будешь штурмовать? Только одна попытка у него есть! Да! Да! Давай! 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 Ещё! До конца! Да! 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 Давай! Давай! ВОЗГЛАСЫ 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 Всё! Сейчас произошло! Спортсмен-любитель! Обычный строитель творит историю! ВОЗГЛАСЫ АПЛОДИСМЕНТОМ И как вообще? Каким образом он обогнал опытнейших спортсменов, скалолазов сейчас? СОООБЩЕНТОМ И как вообще? Каким образом он обогнал опытнейших спортсменов, скалолазов сейчас? то, что вы сейчас показали. Дышите, отдыхайте, подходите. Мы вас поздравляем, у нас просто у самих не остался мозг. Давайте все полежим вот так вот. Братан, братан, это что было? Это был мизий суперфинал. Просто скажи, ты верил с самого начала, что ты пройдешь и поборешься за место в суперфинале? Да, верил и бежал в свою голову. Что, Эфе, посмотрите, какой герой у вас. Весь Бускарестан встал и хлопает в ладоши, потому что это муж, который достоин своей земли. Владимир, ну что, пришло время вам немного отдохнуть, подняться вот на ту платформу, занять ваше заслуженное место среди двух претендентов на суперфинал и немножечко отдохнуть. Владимир, это было супер. Владимир Старцев превзошел Алексея Савкина. 4 минуты и 6 секунд превращаются в 3 минуты и 44 секунды. Именно это время 3 минуты и 44 секунды является отметкой для остальных участников. Скалолазый. Здорово. Здорово. Ну и теперь пару слов для наших любимых уточек. Алексей, спасибо тебе за все, что ты показывал на этом проекте. Ты был настоящим героем, ты завоевал любовь сотен тысяч, даже миллионов наших зрителей. Эти уточки войдут в историю и ты показал себя как настоящим стильным, смешным и простым парнем, способным на очень-очень многое. Спасибо тебе за участие в проекте. И самое главное, у нас осталось всего 3 атлета. Сможет ли кто-то из этой замечательной тройки превзойти эти шикарные результаты? Мы узнаем буквально через пару минут. На трассу выходит Дмитрий Тимофеев. Многократный призер чемпионатов мира по скалолазанию. В его арсенале нет только олимпийской медали. Но, возможно, скоро появится титул Суперниндзя. Он без особых проблем справился с предыдущими этапами. Дмитрий вошел в двадцатку атлетов, собравших все пять колец во дворочном этапе. И в тройку лидеров по результатам полуфинала. Каждое испытание на этих полосах, они как будто бы сделаны под меня. То есть все, что здесь на этих испытаниях нам предлагается, я как будто бы всю жизнь делал и готовился к этому. Пожелаем ему удачи! Дмитрий Тимофеев! Пермь! Ура! Что ж, у него есть все шансы это сделать. Обратный отчет. Давайте смотреть за этим невероятным действием. То, чего он так долго ждал, Дмитрий уже на трассе. И он быстро начинает, перелетает в нашу взлетную полосу. Блин, какой скорость, он как болид Формулы-1 проносится по нашей трассе. Но это очень подготовленный, высококлассный атлет, я напоминаю. Поэтому мы смотрим, как действуют настоящие профессионалы на нашей суперсложной трассе. Но время! Время! Я не могу поверить, что за это время можно преодолеть вот это! Три минуты, 17 секунд остается! Первая секундация на три места! Первая контрольная точка пройдена! Молодец! Молодец, Зима! Молодец! Давай, поторопись! Высочайшая сейчас, тяжелейшая задача стоит перед Дмитрием! Примит по времени, еще сокращен! Что ж, он идет по подвесному потолку! И смотри, очень уверенно, шаг за шагом! Это его стихия! Вы только подумайте! С таким опытом спортсмен! Главное, не совершить какой-нибудь глупой ошибки! И не сорваться! Руки-то у него сильные, пальцы у него сильные, это мы точно знаем! Он просто играючи, играючи разбирается со всей нашей вот этой инканады! Конструкции! Давай! Есть! Вторая контрольная точка! Прекрасное время! Давай! Времени остается 2 минуты 25 секунд! Впереди бамбуковая роща! Что же он будет с ней делать? О! Запрыгивать просто и перелетает на второй бамбук сразу! Ты что творишь? Играет на наших нервах Дмитрий! Это что за техника такая? Я впервые вижу подобное за этот проект! Ух, как быстро! Как он быстро преодолел! Уверенно прет как танк! Вперед! Осталось 2 минуты! 2 минуты! Вижу вперед! Сейчас находится на шесте без платформы! Удерживает себя на весу! Не позволяет тренинг, не позволяет этим влажным шестам утащить себя вниз в воде! Молодец! Молодец! Подержим! Подержим! Подержим его! Минута 45! Время утекает! Время утекает! Посмотрите, силы утекают вместе с временем! Но есть! Песочек устремляется вниз по действиям гравитации в часах! Уже меньше полутора минут! Что сейчас будет? Пытается оттолкнуться! Раскачать свой шест! Он сейчас последний шест! Да главное не ошибиться и не соскользнуть здесь! Тянется! Давай! Да! Он на платформе! Есть! Пройдена контрольная точка! Время! Посмотрите! Минута 13! Ему давай! Скорься! О! А ему ведь еще нужно начать преодолеть! Еще нужно немного восстановить силы! Это по-настоящему сложнейший момент! Сложнейший этап! Ему все еще нужно преодолеть гигантские обручи! А потом и наш противоход! Слушай, это надо ему сделать с какой-то феноменальной скоростью! 50 секунд, друзья! А он еще даже половины препятствий не сделал! Есть! 5 канатов позади! Молодец! Поторопись! Впереди 7 обручей! Нужно подлезть под каждым из них! И еще по пути собрать сведящееся кольцо! Очень медленная техника, друзья! Свешивайся, свешивайся! Не используй ноги! Здесь нужно рисковать! Нужно просто пробежать по этим кольцам, черт возьми! 24 секунды! Нет, нет! Это все! Это... Это конец! Я не хочу на это смотреть! Я не хочу на это смотреть! Я посмотрю туда! У Дмитрия характер бойца настоящего характера, спонсмена, который не привык уступать! Все! Дмитрий, вперед! Кольцо! Идем продолжим свой путь! Дмитрий, не сдавайся! Дойди до платформы! Дойди до конца! Три! Два! Один! Увы! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Блин, обидно! Жестко! Жестко! Друзья, если вы думаете, что мы вот как два ведущих здесь стоим и просто наигрываем свои эмоции, нет! Мы за каждого болеем и переживаем! И когда вот такое месиво уже происходит, невозможно стоять и нормально на это смотреть! И тебя выворачивает изнутри! И ты хочешь орать, срывать свой голос на сто процентов! Скалолаз Дмитрий Тимофеев, он боролся всю дорогу! Ну а гигантские обручи его просто остановили, как вкопанного! Спортсмен мирового класса, мирового уровня! Мы ему аплодируем! Легкий садчик! Ну что ж, друзья, осталось всего два атлета, а это значит, что сейчас наступает час икс для нашего текущего лидера Даниила Ширяева! Если сейчас следующий атлет не побьет его результат, Даниил Ширяев точно в суперфинале шоу «Суперниндзя» на СДС! Уже несколько часов в Минводах проходит экстремальное соревнование за титул «Суперниндзя»! На часах почти четыре утра! Встречайте! Предпоследний атлет финала! Влас Гаврилов, город Ижев! Он трижды призер Кубка России по скалолазанию, всю жизнь в спорте! Но, к сожалению, Влас был вынужден закончить свою карьеру и уйти в опасную профессию! Друзья, Влас Гаврилов – промышленный альпинист! Суператлет, который истосковался по драйву побед! Поэтому он здесь! Он стал лучшим на своем отборочном этапе и потом показал чудеса эквилибристики на нашем полуфинале! Ну, меня не знали, не воспринимали, наверное, серьезно. А вот сейчас уже все свернятся, ну, как не свернятся, а побаиваются. Думаю, что, как бы, один из лидеров – это я, черная лошадка. СМЕХ Меня здесь поддерживает мой сын. Важно показать ему, на что я способен. АПЛОДИСМЕНТЫ Удачи, удачи, удачи! АПЛОДИСМЕНТЫ Давайте посмотрим, сможет ли он сместить кого-то из тех ребят, которые сидят сейчас на вершине нашего рейтинга. АПЛОДИСМЕНТЫ Для этого ему нужно быть быстрее Владимира Старцева, который прошел трассу за 3 минуты 44 секунды. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот он, спортсмен, вернувшийся за этим адреналином, за этими чувствами и за этими эмоциями, которые у тебя переполняют, когда ты преодолеваешь, когда ты стараешься, когда ты борешься за что-то. АПЛОДИСМЕНТЫ Помнишь время его? Минута 45 на полуфинале. Это сумасшедший результат. Ты посмотри, как он здесь действует, взрывает кольцо Молодец, давай поторопись. АПЛОДИСМЕНТЫ Приближается он к первой контрольной точке и медлит ни секунды. Первая контрольная точка. Ужект! Что он делает? Это просто пуля, которая сейчас летит сквозь нашу финальную трассу. Он идет к подвесному потолку. Он цепляется. Он по нему уже не просто идет, а бежит. Друзья, он на середине. Он на середине. Так, первая ошибка небольшая. Он остается на кольце, но ему не удалось зацепиться с первой попытки. Только сейчас он оттягивается как ловко. Да, 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 какой молодец. Он руками и ногами одинаково комфортно действует, посмотрите. Давай, Влац, умничка, умничка. Время 2 минуты 40 секунд. Оно утекает с невероятной скоростью. Брат, давай. Время утекает, но нужно просто преодолеть это препятствие. Я уверен, что Влац справится с предпоследним и последним препятствием. Но это здесь, в бамбуковой роще, так много раз. Даже самые лучшие атлеты ошибались. Но он просто неумолимо движется вперед. Посмотри, с какой ловкостью, просто нечеловечной ловкостью. Мне кажется, он торопится, и это очень опасно, друзья. Я честно, вот я понимаю, что я здесь ведущий, но я понимаю вас, телезрители, потому что я не могу оторваться. Это просто какое-то завораживающее зрелище. Меня как будто гипнотизирует Ка. Есть! Третья контрольная точка. Это нечеловеческая просто ловкость. Стив, посмотри, почти две минуты у него в запасе. И два препятствия впереди. Это что за люди? Это какие-то супергерои. Их надо в Marvel. Их надо в Marvel и DC. Абсолютно. Потому что, по крайней мере, Соколиный Глаз из команды Мстителей точно уйдет. Отдаст им возможность показать себя. Минута 27, друзья. Смотри, как он легко проходит канаты. Он уже на гигантских обручах. И с какой легкостью он идет. Он не рискует, но идет очень быстро. Быстро перебирая и ногами, и руками. И меняя следующий образ. Кольцо-то он забыл? Или решил сорвать его здесь? Нет, не забывает. Он решил сорвать со следующей шестерней. Главное не ошибиться, не уронить кольцо и не сорваться. Одна минута. Очень быстро идет. И да! Четвертая контрольная точка. И это заявка на успех. Смотрите, как напрягаются соперники. Если сейчас он опережает время нашего лидера, Данила, то он уже точно в суперфинале. Да, да, давай, давай. Борис, Борис, Борис. Борис, Борис, Борис. Он уже там, он почти наверху. Еще. Да, 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 давай еще. Да, нет, нет. Он отдал всем силы на этот рывок. У него еще есть время. Брат, давай. Еще, еще, еще есть время. У Ласа есть время еще на один единственный рывок. Остались ли у него силы на такой рывок, который забросит его на вершину? Давай, 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 пожалуйста. 20 секунд. Нет. Не знаю. 10 секунд, друзья. Волнейшая тишина все применули к экрану. 7 секунд остается. Сделает еще одну попытку, но все силы Влад отдал на первые попытки. Блин, не портанула. Все, ты даже понял, да, что папа не дошел, да? Он даже коснулся платформы, друзья. Он в какой-то момент просто бросил бежать. Он бросил, кончились силы, и он скатился вниз. Но он шел с таким большим опережением графика. Это мог бы быть рекорд трассы. Это точно. Дим, соберись, соберись. Знаешь, что сейчас мы можем сделать? Слезы наворачиваются. Не знаю, отчего, друзья. Ты был на волоске. Ты практически держался уже за претендента на супернинджи. Что тебе повышало? Наверное, надо было чуть-чуть отдохнуть. Рассваивался, конечно. Надо было чуть больше. Ты был хороший, ты был целый. Тим, у меня есть одна плохая новость и одна хорошая. С какой начать? С любой, брат. Я сейчас все готов воспринять. Плохая новость состоит в том, что наш атлет Влас Гаврилов, несмотря на просто превосходное выступление на протяжении всей финальной трассы, он не попадает в суперфинал. Но есть и хорошая новость. По крайней мере, один из них отправляется в гранд-финал нашего проекта. Это Даниил Ширяев. И мы его поздравляем с местом в суперфинале шоу «Суперниндзя». И остался лишь один вопрос. Кто будет там его соперником? Владимир Старцев, который сейчас на втором месте? Или единственный оставшийся атлет, который не стартовал в финале? Юрий Прокудин! О, вот это будет битва, друзья! Юрий Прокудин. Я думаю, это имя известно всем нашим телезрителям. Потому что в свои 18 лет он уже один из лучших ниндзя-спортсменов не только России, но и мира. В прошлом году был в финале шоу «Русский ниндзя». Теперь в финале «Суперниндзя». Снова оказаться в финале – это честь. В том году, мне кажется, я не смог морально собраться перед финальной трассой. Сосредоточен Юра. Он не хочет совершать тех обидных ошибок. Ту обидную ошибку, которую он совершил в прошлом году. Я очень хочу победить в этом году. Это для меня важно в первую очередь. Потому что я хочу всем доказать, что тяжелый труд, он оправдывает себя. Я много тренировался. В этот раз не будет таких глупых ошибок. Готов победить. Осталось пройти полосу. Вперед, 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 давай! Сделай невозможное! Дим, Юра – это один из самых талантливых, самых сильных и самых скромных атлетов в ниндзя-спорте, которых я когда-либо видел. Затаили дыхание просто. Все ждут. Очень нервно, вся надежда на него, он крайне стартует. Все должно получиться у него. Подтвердит ли Юра статус фаворита или нет? Мы ждем этой захватывающей битвы, которая начнется прямо сейчас. Поехали! С какой скоростью он движет вперед, друзья! Что? Что произошло? Что происходит? Что такое? Почему? Что происходит? Что происходит? Юра движется, но у нас счетчик остановился. Стоп, стоп, стоп. Стоп, 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 стоп. Что-нибудь скажите, что-нибудь. Друзья, у нас технические неполадки с экранами. На них показывается неправильное время. Смотрите на то время, которое находится на ваших телеэкранах. Оно правильное. Здесь стоит такое напряжение, что случилась техническая неполадка. Но Юра даже это не останавливает на пути к победе. Вперед! Юра, двигайся вперед, двигайся дальше. Ты должен проходить эту трассу дальше и стремиться стать суперницей. Подвесной потолок – это крайне сложное испытание. Держись изо всех сил. Тратит немного драгоценного времени сейчас, чтобы нащупать нужные хваты. Подходит к концу он подвесного потолка. Да, да, он вперед второе кольцо. Юра сделал это, он идет дальше, его ничего не останавливает. Он уже на бамбуховой роще, он движется, не смотрит никуда, кроме цели. Он очень уверенно, уверенно преодолевает ее. Все-таки это человек, который выступал в Ницше-челлендже в Лас-Вегасе, друзья. Две минуты двадцать секунд осталось. Да, 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 да. Самый сложный этап сейчас в бамбуховой роще, потому что расстояние между шестами колоссальное. Именно так. Ой-ой-ой-ой! Ай! Сейчас он на бамбуховой роще испытывает некоторые сложности, теряет драгоценное время, а ему остается совсем немного. Юра смотрит по сторонам, подтягивает к себе кольцо, и уже перед ним лишь два шеста. Давай, 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 давай! Итак, движется, движется, остается один шест и платформа, друзья. Чуть-чуть осталось, давай! Давай, брат! Главное не ошибиться и не сорваться. Хватит ли Юре сил, хватит ли ему времени, чтобы посостязаться за место в суперфинале. И отталкивается. Есть! Есть! Доходит до третьей контрольной точки, друзья! Браво! Иди вперед, давай! Иди! Беги! Беги, 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 беги! Движется дальше, Юра. Так, спеши, 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 давай! Юра, двигайся вперед, двигайся! Один канат за другим. Что ж, друзья, перехватывает второй канат. Гигантский шестер, весной чемпиона! Гигантские обручи сейчас перед ним. Ему нужно успеть пройти все семь обручей и зацепить светящееся кольцо по пути. Юра, у тебя минута, Юра! Он не работает ногами, только руки здесь работают. Он движется боком, посмотрите. Меньше минуты ему остается. Меньше минуты, Юра, двигайся, двигайся! Давай, давай, давай! Двигайся быстрее! Вот они, 41 секунда остается сейчас. Ну, перехватывай, Юра, давай! Давай! 35 секунд! Еще немного! Еще немного! Четвертая контрольная точка, да! Давай, давай, Юра! Одна попытка! Время на одну попытку, Юры! Юра, беги! Беги, Юра! Соберись, Юра! 17 секунд! И, да, да, давай! Да, 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 давай! Давай, давай, еще! Давай, давай, еще! Давай, давай, еще! Да! Да! Юрий прокурсит, друзья! Успел! Успел! Я сейчас просто сдохну. Друзья, вы нас с Димой, остальных зрителей, телеведущих зрителей заставляете переживать все эти эмоции через себя. Юра, иди сюда! Это было просто невероятно, что сейчас было. 8 секунд разделило тебя и третье место. Иди сюда, Юра, ты заслужил наше рукопожатие, ты заслужил эти овации, ты заслужил даже обнимашки от Димы Масленникова. В какой момент ты понял, что все или ничего, вот сейчас или никогда? Честно говоря, я понял, это последняя препятствия, нужно было как можно быстрее все проходить. Ну и на рампе, честно говоря. Я в прошлый раз на отборочном этапе ее не прошел, и морально у меня в голове был блок. Но я смог его. Как ты с ним справился? Что ты сделал? Мне помогли болельщики. Болельщики, вы помогли Юрию Прокутину попасть в суперфинал шоу Суперниндзя! Этот спортсмен доказал, что на пути к победе тебе ничто не помешает, если ты знаешь, зачем и куда ты идешь. Когда Юра вышел на старт, случилась техническая неполадка. Он не отреагировал на красный свет, он не отреагировал на сбитое время, он просто пер до конца. И сейчас он становится лучшим! Юрий Прокутин вырвал победу и получил место в гранд-финале проекта Суперниндзя на СДН! Просто потрясся, друзья! Что здесь творится? Юр, молодец, иди отдыхай. Время восстановить силы и думать уже только о суперфинале. Ты настоящий герой. Владимир Старцев, да, возможно, обидно оставаться третьим, но в любом случае для человека, который не является профессионалом в каком-либо спорте, это невероятный результат. Ты не выжил в гранд-финал, но ты третий в проекте Суперниндзя на телеканале СДС. Ты оставил позади 172 профессиональных атлетов! Владимир, эти аплодисменты тебе! Спасибо. А в нашем суперфинале, к сожалению, только два места. Их занимает Даниил Ширяев и Юрий Прокутин! Сейчас у них есть пару минут, чтобы выдохнуть, а потом устроить для нас мощнейшую суперфинальную зарубу! Какую мощнейшую? Куда мощнее? Туда, Дима, туда! Ой-ой, ребята, а что сейчас будет? Это Суперниндзя! Суперфинал! И наши два суператлета выходят на последнюю битву! Им предстоит пройти уникальную вертикальную полосу препятствий высотой в 25 метров! Правила максимально просты! Юрий и Даниил стартуют одновременно! И тот, кто первым окажется на вершине и водрузит светящееся кольцо на пьедестал, тот и станет Суперниндзя! Наши инженеры во главе со Стасом Кокориным, который и разработал эту трассу, подготавливают ее для прохождения! Я стою сейчас здесь, на этой Супергоре, кто-то сюда закинет, ну, не сейчас, через часик где-то закинет кольцо финальное, выиграет свои миллионы! Главная битва сезона состоится на рассвете! Наши атлеты уже разминают свои закислившиеся и налитые кровью мышцы! На русском Ниндзе я не прошел вторую часть финала, и то, что я сделал сегодня, это было, конечно, классно! Барьер в голове был сломан! Я уверен, что заслужил это место в Суперфинале, я тренировался долгие годы! Мне может помочь моя подготовка, ничего больше! Мне может помочь моя удача, и я очень рассчитываю свои силы, после финала они у меня еще остались! Сама по себе трасса, ну, очень интересная! Трасса действительно интересная и невероятно сложная! Чтобы убедиться, что ее реально можно преодолеть, прямо на ваших глазах ее протестирует сам Стас Кокорин! Надо все равно пройти, посмотреть, как веревка работает, как вообще вот это все держится, текстируется, ну, и вообще реально это или нет! А пока Стас будет тестировать трассу, мы расскажем о ее препятствиях! Всего четыре препятствия! Отвесная стена, горизонтальный скалодром, препятствия, рукоход! И последний подъем! Руко жесткая, Таня! Реально, только для Суперменти! Мы начинаем Суперфинал! Юрий Прокутин против Даниила Ширяева! Ох, пацаны, удачи вам! Пять мультов и звание Суперниндзя у вас на кону! Атлеты уже на местах и готовы к бою! Если даже мы в напряжении, что сейчас происходит в головах у этих двоих страшно представить? Момент истины! Я объявляю обратный отсчет! Два, один, стоп! Ну что, отвесная стена! Оба взбираются! Как они рванули вперед! Вновременно идут! Битва титанов! Юрий чуть-чуть впереди! Первым преодолевает! Господи! Начинает свое восхождение! Господи! Хоризонтальный рукоход! Опасная препятствия! Нельзя ни в коем случае срываться! Если один падает, то у нас уже есть победитель! Что ж, друзья, они идут практически на зря в настрю! Одного из самых сложных препятствий! Уже на середине! Кто же, кто же, кто же! Заберется! Даниил немного опережает! Какой накал! Даниил немного опережает своего соперника! Вот это поворот! Даниил выходит немножечко вперед! Юра уже нагоняет! Сразу Юра прям запрыгивает! Диагональному рукоходу переходит, ребята! Так, друзья, это, конечно, момент истинный! Они синхронно максимально поднимаются! Это просто сумасшедшая нога! Да, 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 да! Юра заскакивает! Юрий Прокутин выбивается вперед! Он первый начинает восхождение! Бинарный подъем! Даниил отстает! Юра Прокутин! Молодое травание! Юра, тот самый мальчишка, который так сильно ошибся! В прошлом году шоу «Русский ниндзи» Юра здесь! Он уже в метре от финиша, в метре от титула «Суперниндзя» и в метре от приза 5 миллионов рублей, друзья! Есть! 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 Есть, друзья! Что надо сделать? У нас есть победитель, друзья! Это сверхчеловек! Это первый «Суперниндзя» мы стали! И его имя Юрий Прокутин! У Юры был достойный противник! Те согласятся, что Даня был просто неотразим. Он стал примером человека, который начал свою жизненную историю с борьбы. И сегодня он доказал, что главное не сдаваться. И твоя жизнь в твоих руках. Он был там! Он был одним из лучших! Даниил, ширяем, друзья! Даниил здесь, рядом с нами, в погружении своих болельщиков, фанатов, которые гнали тебя на протяжении всего проекта. Даниил, что ты хочешь им сказать? Может быть, пару слов от тебя? Огромное спасибо за то, что болели, переживали. Ты наша звездочка! Даниил, ты был просто превосходен на протяжении всего проекта. Послушайте аплодисменты! Это абсолютно искренне от каждого из нас! Ура! Ура! Друзья, мы увидели сегодня не просто рассвет и встретили его все вместе. Мы увидели рассвет новой суперзвезды и суперниндзя! Друзья, это был уникальный путь в два месяца. Пройти 18 изматывающих препятствий, а потом вертикальную, ужасающую, 25-метровую вертикальную полосу препятствий. Юра спускается к нам практически с небес. Давайте поприветствуем чемпиона! Юрий Прокузин! Стать чемпионом ниндзя-шоу было моей мечтой на протяжении пяти лет. Я очень рад. Всем спасибо! Первый сезон шоу Суперниндзя завершен! Но это еще не конец! Мы подготовили для зрителей сюрприз! Эксклюзивный выпуск, где вы узнаете все секреты проекта! Мы покажем, как снимали самое масштабное спортивное шоу страны! Ровно через неделю на канале СТС в 20.00! До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok